Рабочая партия России Рабочая партия России Рабочая партия России Рабочая партия России но многочисленное, невозможное, нет никакой возможности. Ну и вот, в общем-то, разрешением этого противоречия и вероистосоздания многочисленной достаточно партии, может быть, партии не столь дисциплинированной, не столь идейно строго выдержанной, но, тем не менее, большое количество и способны решить какие-то задачи. Ну а наша роль здесь действительно, хотя у нас тоже есть вопросы и по дисциплине, и по всему такому, но все-таки аналогов я достаточно много, общался с разными партиями в Ленинграде, правда, не запределирован Ленинград, а здесь в Ленинграде, должен сказать, что, в общем-то, по уровню деровитости другой такой организации, конечно, нет, как Рабочая партия России, хотя у нас свои, там бывают всякие вещи. Ну и, в общем-то, здесь, видимо, действительно, вот задача ядра партии, которая способна влезти в вот эту партию, и вот разрешение этого противоречия, именно вот такая вот работа внутри партии труда в составе общественного объединения Рабочей партии России. Ну и, в общем-то, здесь что еще? Сейчас вот в связи, особенно с выборами, может сложиться впечатление, что в России очень много позитивных людей, которые рады постоять за рабочих раз, от которых всякий позитив может исходить. Ну, в общем-то, на самом деле, конечно, когда дело доходит до каких-то позиций четко выраженных, происходит вот то самое размежевание, о котором говорил Владимир Михайлович Кудряцов. То есть людей по-советски настроенных, там, с ностальгией о чем-то вспоминающих, там, поговорить, так, вот очень многое. Но как только заходит вещь о том, что вот рабочие где-то как-то какие-то вот свои позиции отстоять, где-то к власти подойти, там очень жесткая реакция начинается, даже со стороны таких вот вроде доброжирательных людей, которые общесоветские, такие под красным флагом и так далее. Здесь вот этого они не любят, и здесь вот такая вот, то есть рассчитывать на партии КПРФ, даже более близкие к КПРФ, они можно где-то в общем крайне крайне. Так нельзя. Ну, вот, в общем-то, так вот, наверное, и все, что можно сказать. Ну, и, в общем, да, работа у ЦК предлагают, не знаю, поражительный, вот, и удовлетворительный. Цена у работы ЦК как удовлетворительная? Все. Значит, ну, здесь говорилось уже о том, что важнейшей задачей партии является подготовка рабочих, рабочего класса к коллективным совместным действиям, точнее говоря, к действиям рабочих как класса. И, ну, как мы сейчас все наблюдаем, сказать о том, что рабочие сейчас представляют собой вот класс, пока еще трудно, в том смысле, что очень даже заметно, что большинство рабочих пока по настроению склонны к тому, что вот, ну, что что-то там обойдется, что пройдет само собой, что, значит, это какая-то рассосется, да, что этот капитализм, он, значит, будет там человеческим модом и так далее и тому подобное. Но все-таки приходится наблюдать, что вот эти вот настроения, они, ну, с моей точки зрения, переходят сначала из каких-то там радужных, да, такого ожидания чего-то такого чудесного, да, к все большей и большей задумчивости и в ряде случаев к коллективным действиям. Нельзя сказать, что пока еще классовым в полном смысле этого слова, но все-таки, поскольку действуем в интересах, значит, работников, в интересах, в общем, так можно сказать, ну, не ярко еще пока выраженных, но все-таки классовых интересов. И стремление работников к тому, чтобы решать проблемы через объединение рабочих, оно, в общем, ну, так колеблюсь, но проявляется. То, значит, возникает такая, приходят люди и говорят, что давайте попробуем сделать профсоюз, потом, значит, они в чем-то там разочаровываются или терпят какие-то неудачи, проходят какое-то время и вновь возникает потребность. Это у нас, например, заметно по тем организациям, которые, ну, рядом с портом находятся или непосредственно в порту, потому что порт представляет собой не только торговый, так называемый торговый порт, но и там лесной порт, рыбный. И, значит, у нас в настоящий момент действует одна не очень крупная организация в лесном порту. Вот сейчас идет тенденция к тому, чтобы эта организация наращивала свое количество, потому что полтора года назад там была сформирована небольшая организация, потом администрация сполошилась, обратилась к работникам, что давайте вот выйдите из этого профсоюза, из российского профсоюза, а мы вам сейчас зарплату повысим. Ну, ребята к нам пришли, что делать? Мы говорим, ну это вы. Вы строите? Да, ваше мнение, ну ваш опыт, да. Скорее всего администрация вам зарплату повысит, конечно, на 20%, не шибко, большое увеличение, но потом вы почувствуете на себе там определенное ухудшение. Вот абсолютно так это и произошло, сейчас у нас идет, как бы, попытка создания более крупной организации. Вместе с тем, принятый трудовой кодекс, он существенно изменил правовое положение и профсоюзных организаций в том числе. И порядок заключения коллективного договора изменен, и условия заключения коллективного договора, то есть, если раньше любая профсоюзная организация, вне зависимости от численности, значит, могла выйти с инициативы по заключению коллективного договора, администрация обязана была, как минимум, провести переговоры по его заключению, и дело уже было за самой организацией, как мы понимаем, тут, конечно, тоже необходима была численность, но, тем не менее, дело было за самой организацией, как, значит, понудить администрацию к ее заключению. То теперь установлен еще определенный правовой барьер на этом пути, в том смысле, что коллективный договор может быть только один на предприятии, в организации. И заключать его может только либо профорганизация, которая представляет больше половины работников, либо несколько, две или больше, фактически, крупных организаций, первичных профсоюзных организаций. И поэтому тут встает вопрос, как научиться действовать в этих условиях. Наш опыт, опять-таки, показывает, что вот у нас действует профсоюзная организация двух профсоюзов, нашего российского профсоюза-брокеров и профсоюза работников водного транспорта. Значит, когда-то все работники Порта, большинство работников Порта, которые состояли в профсоюзе, и все, кто состоял в профсоюзе, это был профсоюз работников водного транспорта. Затем, как это сам Виктор Михайлович рассказал, убедились на примере того, что когда собирается в кучу конференция, и когда на конференции представлены нерабочие, то, как правило, даже правильные предложения, и даже те предложения, которые на словах поддерживаются, поддерживаются и администраторами, затем они потом не проходят. Поэтому докеры вынуждены были сформировать свою профсоюзную организацию. И по прошествии времени мы поняли, что делать профорганизацию только по профессиональному принципу не очень удобно, потому что необходима поддержка работников других профессий. Российский профсоюз докеров сейчас могут вступать любые работники Порта и организации, обеспечивающих работу портовиков, или обслуживающих портовиков, как медики, другие работники. Но при этом, вот этот вопрос по поводу того, чтобы выявить интересы конкретной профессиональной группы, и обеспечить проведение мероприятий каких-то, или чтобы еще было лучше, значит, обеспечение соответствующих записей в коллективном договоре от лица этой группы и в интересах этой рабочей группы, Эта проблема остается по сей день. Мы ее в нашем профсоюзе решаем путем того, что все работники в нашем профсоюзе как бы дифференцируются на три секции. Секция докеров-механизаторов, секция рабочих механизаций, секция работников, обеспечивающих служб. То есть фактически вот по условиям труда, по тем интересам непосредственно на работе, которые есть, вот примерно такая дифференциация происходит с некоторыми там небольшими изменениями. Значит, при этом весь опыт работы нашего профсоюза показал, и мы записали, у нас в положении профсоюзной организации записано, что для решения вопросов по профессиональной группе, конкретной по секции, решение принимает сама секция. А для решения вопросов в целом по профсоюзу, это решение в обязательном порядке, кроме прочего, должно быть одобрено секцией докеров-механизаторов. Первоначально вот эта мысль, она как бы была, подвергалась критике определенной, потому что как же так, все равны, мы в одной лодке, вот обычные эти писемки. Значит, а теперь практика подтвердила правильность этого дела, потому что те акции, которые мы проводили коллективные, показывают, которые механизаторы, как правило, в большинстве своем в акциях участвуют, и акции проводят достаточно дружно, не без того, что кто-то там пытается уверивать, кто-то там даже пугается, там бывают всякие моменты, но это небольшая группа людей. Значит, из рабочих механизаций, а докеры работают бригадные, поэтому привыкли к коллективной работе, а рабочие механизации работают, хоть и названы по бригадам, но фактически вся работа у них проводится индивидуально, за станками, за верстаками, там по определенным участкам, там, допустим, один отвечает за один храм, другой за другой храм. Значит, рабочая механизация, по нашему наблюдению, где-то вот так наполовину коллегивается. Половина участвует достаточно активно, половина то присоединяется, то отсоединяется от массового движения. По работникам и обеспечивающих служб, это, как правило, служащие работники администрации, ну, максимум 30% участвуют хоть как-то в работе, значит, а в большинстве своем, когда идет такое напряжение, когда администрация пытается оказывать большое давление, то процентов 10% участвует в этой работе, а остальные, ну, значит, благодаря тому, что находятся в едином профсоюзе, как бы не мешают работе, да, а вот те, кто, значит, в профсоюзе работников водного транспорта, так, то на протяжении достаточно длительного времени, даже, значит, как бы, получается, давали базу для того, возможность руководства вот того профсоюза, нас пытался обвинять. Ну, как правило, это опять-таки стандартное обвинение. Хотят развалить порт, еще какого-нибудь, и как правило, все это получалось с точностью до наоборот, то есть порт укреплялся, позиции работников укреплялись, и люди привыкли к тому, что токеромеханизаторы, отстаивая свои интересы, одновременно, вместе с тем, обеспечивали и более серьезную защиту работников других профессий. И вот эта проблема, она, то есть, вот как одиспечить вот это вот, одновременно, чтобы были выражены профессиональные интересы, чтобы они не утонули в общей массе, она продолжает иметь место, и сейчас даже в некотором смысле она имеет большое значение, потому что сейчас коллективный договор должен, ну, его заключение, оно должно быть закреплено конференцией работников, предприятия. Поэтому наша задача, в том числе, обеспечить вот участие или представительство на этих конференциях работников тоже каким-то вот таким вот способом. Значит, поскольку законодательно это никаким образом не урегулировано вообще, то я думаю, что это, ну, вот задача профсоюзных организаций. Как организовать так, чтобы на конференцию были избраны работники по профессиональному принципу? Кстати говоря... Кстати, в Западной Германии, во Франции законодательно принято, что подобного рода голосования от лица всех работников, они должны проводиться по сердцам. Отдельно, значит, голосование по рабочим, отдельно по служащим. То есть это, как бы, не изобретение велосипеда, и поэтому, значит, вот... А как учитывается отдельное голосование? А? Как учитывается оно? То есть это отдельное голосование? В каком смысле? В голосовании отдельно рабочих, то есть это... Ситуация там так, вот там, допустим, в Западной Германии. Рабочие отдельно выбирают своих представителей, служащие отдельно выбирают своих представителей. В зависимости от численности на предприятиях формируется вот этот вот представительный совет, ну, в нашем случае это конференция. Это тоже частный случай этого совета, да? И там уже в общем голосовании. И поэтому получается, что на тех предприятиях, где большинство рабочих, там, естественно, проходит, значит, в большей части вопросов интересов рабочих. Причем, нам, например, когда мы были, ознакомились с опытом работы западно-германских профсоюзов, приводили пример нескольких предприятий, правда, это как бы десяток предприятий по Западной Германии, это не всеобъемлющая практика, но она и ни разу не стучная, не одиночная. Когда по инициативе администрации и предприятия, вот эти советы формировались только из рабочих. То есть генеральный директор одного из предприятий, фирма ФЕРМ, фирма, которая занимается утилизацией отходов угольной промышленности. То есть это фирма, которая там строительством занимается, строительством крупной фирмой. Он заявил так, что со служащими я всегда могу сам пообщаться, любой служащий, ну или почти любой служащий может ко мне прийти в рабочее время, а работника я с работы отозвать не могу. А мне нужно, чтобы я его интересы соблюдал. То есть вот там находятся просто люди, которые понимают эту необходимость. У нас вот я как-то пока еще этого дела не встречал. То есть такая проблема и далее. Вот мы говорили, новые предприятия создаются, в том числе вот в порту, например, организовано новое предприятие, Балтийский банкерный терминал. Это полностью построенное предприятие, новое, по западному типу. Там 400 человек работников. И когда мы стали создавать, причем там соотношение как раз такое, что рабочих там меньше, чем служащих, поскольку, ну такая специфика, да? Да, площадь налоги, совершенно верно. Когда мы попытались там вот по новому трудовому кодексу поработать, то зашли в тупик, поскольку сразу же создать крупную организацию не получается, а одна организация, не представляющая больше половины работников, она не может заключить коллективный договор, потому что даже работодатель отказывается вести переговоры, и, собственно говоря, это предопределено трудовым кодексом. Значит, далее, там, где у нас профсоюз работников водного транспорта только их члены профсоюза на предприятиях, то опыт показывает, что сейчас администрация увидит, что нет представителей нашего профсоюза, они выходят с инициативой перезаключения коллективных договоров, и коллективные договора там резко снижаются. Поэтому тот профсоюз тоже забеспокоился по этому поводу, и у нас сейчас ведутся переговоры, и разработан проект соглашения о том, что мы будем совместно действовать с тем профсоюзом. То есть мы заинтересованы в том, чтобы тот профсоюз был, они заинтересованы в том, чтобы мы были, и мы обоюдно заинтересованы в том, чтобы действовать совместно. Потому что даже если у нас будут две некрупных профсоюзных организаций, ну, в одно созданном предприятии, никогда нельзя создать сразу крупную организацию. и мы будем действовать совместно, тогда мы перетянем это дело. И вот одна из задач, которую мы сейчас пытаемся объяснять нашим коллегам из того профсоюза, что при создании нашего объединения должен быть реализован принцип секционности по профессиональным группам. То есть перенести наш опыт секции в нашем профсоюзе на объединение уже этой территориальной посредственной организации. Причем по численности получается ситуация такая. В нашем профсоюзе примерно около двух тысяч человек, в том профсоюзе всего по порту, по разным портовым организациям около пяти тысяч человек. Значит, согласован проект соглашения, который на следующей неделе должен быть заключен, о том, что формируя совместную организацию, мы будем действовать на равных условиях, на равных правах. Более того, ведутся переговоры и уже руководство того профсоюза склонилось к тому, что председателем этой организации будет представитель нашего профсоюза. То есть они поняли вот эту заинтересованность, пришли к тому, что, да, там людей-то поменьше, но там, ребята, это объективно, то выявите, и пусть они тянут эту ряночку, да, и мы будем их поддерживать. Нам это тоже выгодно, потому что для тех пор, пока профсоюз работников водного транспорта переписывал наш коллективный договор, мы их за это все время хвалили. Они нас поддерживали таким образом. А сейчас вот в тех организациях, где они остались одни, где потребовалось, значит, вот перезаключение коллективного договора, они не справляются со своей задачей. Вот как мы дальше будем решать эти проблемы, мы посмотрим потом на практику. Вот мы идем тем причем, о котором я сказал, и я думаю, что поскольку российская партия труда значит, работает в профсоюзах, которые не представляют во многих случаях большинство на предприятиях, должна быть заинтересована в этой практике. Теперь, я полагаю, что вот не безинтересно было бы, может быть, даже и для ФНПРовских организаций, там, где они раньше отторгали профорганизации того же профсоюза защита, понять о том, что иметь вторую профсоюзную организацию на предприятии, это значит получить, между прочим, страховку определенную. Потому что, предприняя атаку на отдельно взятую профсоюзную организацию, работа даже проще, чем на две, которые неизвестно как там себя поведут. Поэтому вот этот опыт надо будет нам, значит, как-то вот обсуждать, в том числе и с коллегами нашими. Вот по практике то, что я хотел рассказать, мне казалось, что это будет не безинтересно и полезно. Ну а в том, что та работа, которая проведена была за прошедший период, я считаю, что она весьма положительная, потому что задача, как мы увидели, заключения коррективного договора, она, во-первых, весьма сложная, далеко не простая, во-вторых, она весьма благодарная, потому что даже в тех случаях, где коррективный договор не удается заключить, мы видим, что определенный подъем и интерес работников к этой проблеме, он дает нам возможность показывать на практике работникам, что есть возможность побороться за свои права. То есть той практики, которой до сих пор пока в России еще очень мало. Спасибо. Я как председатель комиссии выступал до этого, а сейчас я выступаю как? Простой советской партии. Простой, да, простой всем партии, работающей в Нижегородской комиссии партийной организации, представляющей нашу партию на заводе электропарк. А в какую партию? В нашу партию. Как вы знаете? В нашу. В нашу партию России. Ну и, по-моему, у нас есть где-то, известно какого. Я это выучил. Значит, вот работа над коллективным договором, в принципе, это идет уже больше полугода. Это идет в общей сложности с сентября месяца. Девять месяцев. Ну, срок. Значит, результат уже определенный есть. Значит, на что я хотел бы обратить внимание. Значит, я... Об опыте работы. Значит, сделать проект без партийной поддержки. Для меня лично это было невозможно. Ну, вы тоже прекрасно понимаете, что вот эту информацию, которую по коллективным договорам мы на сегодня имеем, мы имеем благодаря тому, что мы люди организованные в партию. Только благодаря этому. Значит, далее. Ведение переговоров. Вот, так сказать, та сторона предпринимает какие-то меры. Мы предпринимаем ответные меры. Значит, все это обсуждалось в первую очередь, так сказать, на наших партийных мероприятиях, на партийных встречах. Значит, вот на финише мы предприняли такой шаг. Когда произошла подмена проектов, значит, мы партийным решением, значит, закрепили вот такой шаг. Я от себя лично написал обращение к трудовому коэффициенту. Мы сделали 200 экземпляров, значит, на предприятии с численностью 700 человек, это вполне достаточно. Так, и сделали 50 экземпляров проекта, который был предложен вот первоначально в комиссию. И в протоколе, кстати, записали, который я отказался подписывать, что этот проект несет не Кудрявцевым, не стороной трудового коллектива, а Кудрявцевым лично. Понимаете, то есть вот там перебергивания начались, почему я ни один протокол этой комиссии не подписал. Значит, и прямо на конференции замдиректора очень такой, ну, он проходил стажировку в Соединенных Штатах Америки, я этого не знал, и на одном из заседаний комиссии сказал, говорю, научили вас на американские деньги, американским штучкам, вы тут пытаетесь нам это впихнуть. Он так обиженно, а потом мне говорят, ну, ту самую точку, он вот только из Штатов приехал, на стажировке там был, я этого не знал. Ну, вот так сошлось. Значит, ну, и он в основном пользовался поздными приемами. Вот. И он на конференции меня спрашивает, а на какие-то вы деньги сделали вот такое обращение, да? И я говорю, Владимир Иванович, в отличие от вас, я человек организованный. Я состою в партийной, по-моему, организации, никогда из нее не выходил, не предавал, партия меня поддерживает. Я говорю, это вы не нашли денег для того, чтобы сделать хотя бы 20 экземпляров. У нас на заводе было вот этого проекта, который они предложили, 6 экземпляров. То есть, с ситуациями анекдотичными люди с ним не познакомились. Здесь 50 экземпляров. Значит, во всяком случае, те, кому было интересно, познакомились. Я говорю, мы, наша партия, центральный комитет, мы выделим 840 рублей, мы все это сделали. 840 рублей, да, все это. Вот в зале была реакция, в нашу пользу. Это вот одно из направлений, вернее, действия, которые без партийной поддержки провести нельзя, не считай. Вот, про Союз Докеров сейчас в состоянии, так сказать, это сделать, у них есть средства и так далее. Значит, ну, вот такое, как вот я сделал, вы в состоянии. На большее, да, там уже нужна. А вот, у нас с вами разные просто с вами, поэтому, кстати, я и оцениваю из того, что у меня сегодня есть. Вот, что у нас на заводе есть. Значит, это один момент. И второй момент. Вот, Дмитрий Васильевич не заострил внимание, я хотел бы сказать, вот, о Российском комитете рабочих. Значит, Российский комитет рабочих, он здесь уже сказал, что это заслуга нашей партии, это форма, которую открыли мы методом последовательного продвижения, пришли вот к этому. Значит, еще один очень важный, важная функция, которую несет Российский комитет рабочих. Значит, это личные контакты между работниками разных предприятий, между трудовыми коллективами. Это очень важный момент. Вот мы на постели в заседании Российского комитета рабочих, когда мы сказали, значит, Тольяттинцам, административе их депутата, бывшего их лидера, Иванова, по поводу, значит, удушения профсоюзов, вот, они пообещали с ним разобраться. Я думаю, что если, вот, там, скажем, Дмитрий Васильевич, или Василий Иванович, или оба, обратятся, как председатели Российского комитета рабочих, с соответствующим предложением к Тольяттинцам профсоюза единства, я думаю, что они смогут, ну, во всяком случае, свое отношение, и наше отношение, и их отношение к инициативе Иванова до него довести. Потому что Иванов от них очень зависим. То есть вот Российский комитет рабочих, кроме, так сказать, всего прочего, еще и расширяет сферу влияния партии, посвято, не в прямую, но расширяет. – Государственный человек. – Да, он уже государственный, но он не профсоюзный, он государственный, но пусть объяснят ему вообще, кто он. Я думаю, там найдутся люди, которые это сделают очень внимательно. То есть вот это направление поддержки конкретных дел на предприятиях, значит, нам надо развивать это направление наиболее продуктивное на сегодняшний день, которое ведет в конечном счете, я думаю, к достижению тех идеальных задач, которые стоят перед рабочим классом. – Уважаемые товарищи, подводя итоги выполнения решения съезда 9-го нашей партии, можно отметить, что главную задачу, задачу участия в составлении и заключении конкретных договоров мы, так сказать, выполняли. И, на мой взгляд, выполняли максимально возможно, так сказать, предстоящих в Таевске. Ну вот, вчера возникало обсуждение по этому поводу и может возникнуть впредь, не стали ли мы экономистами, но и были с такими большими запросами, как видите, наше общественное объединение, рабочая партия России, с такой высокого уровня, так сказать, и стратегической программой, не смирили мы все очень к мелкому, далекому от того, что представляет суть нашей программы. Но я думаю, что мы должны вернуться к пониманию сходного партии, как соединения научного социализма с рабочим движением. Так вот, в чем это выражается, соединение? Как ни в том, что сами рабочие не просто усваивают некоторые, или основные даже марксистские истины, чем они, но и все занимаются, чем мы все занимаемся. Не только в том, что они ведут пропаганду в этих теоретических положениях, что вообще тоже надо, конечно, делать, но и в том, что они могут предложить, исходя из этой высокой программы, план конкретных действий на своем предприятии. И коллективный договор, и есть как раз тот план конкретных действий, который воплощает принципы научного социализма, воплощает мнение в уровне предприятия. И вообще говоря, для любой партии это огромная проблема. Я помню, так сказать, оценку Владимира Владимировича Ленина, которая говорила, что высмеивал тех партийцев, которые не могли всякие программы связать, высокомерные, величины отвергали, отворачивающиеся экономические запросы к работе. И не умели связать программы с запросами. Но коллективный договор, это как раз воплощение вот этой связи высокой программы и с конкретной практикой, повседневной практикой рабочих, нашим, борющихся. И, кстати, я бы даже сказал, что это не принижение программы, а как раз ее акцентритизация, в этом смысле развитие и возвышение. Потому что, как мы знаем из науки Луисе, теоретическая идея, ниже практическая идея. А в общих вплощениях программах, в общих, с общими требованиями, она в этом смысле остается только теоретическая идея. И поэтому то, что мы делаем, имеет в обращающийся логический и научный смысл. Конечно, это имеет смысл только поскольку, поскольку программа наша научная, да, и основана хорошей, поскольку, поскольку, что те проекты коллективного договора, которые мы готовили, подготовили, они действительно связаны с нашей программой. Ну вот так, я хочу установить этот факт. Мы не должны спиксировать, что, казалось бы, это у нас были разные направления работы. Программа, партия, коллективный договор, что небо и земля, пропасть между ними. На самом деле это все-таки честно связано в направлении, в том числе и логично-технической работы. Потому что, да, мы взяли за основу для разработки проектов коллективного договора Красного Сорума, значит, ЗИЛа, Политарского завода, проект Докер. Но проект Докер, что он прожидал сразу без того, чтобы наши Докера, лицептон Станченко, Васильевич и День Петрович, которые имели большую, так сказать, историю и теоретических занятий, ну, 60-х и больше, мы тоже это знаем. С лучшими в Университете марксизма и ленизма и знали Михаила Сеевича Попова. То есть они уже тогда соединялись с лучшими представителями нашей основки, с Васильем Яковлевичем Ильмию. И я думаю, что работа Докер по проекту коллективного договора, она вообще освещалась и вот этими высокими научными идеями. Поэтому то, что мы сегодня имеем и говорим, вот лучший коллективный договор. Он лучший почему? Он и по опыту лучший. Он лучший потому, что здесь люди работали с пониманием того, что нужно вырыть. И не просто с пониманием, а какое еще можно понимание проявить в высокого теоретическом понимании. То есть эти люди, которые в нашей Доке разнимались высокой теорией и сумели ее довести до конкретных выражений, конкретных первых работ. Поэтому то, что мы, так сказать, называем в нашем проекте лучшими, имеет на собой строгую научную основу. Я думаю, что мы вправе так говорить и издавать такую планку. И сами этого не сняться и понимать. Почему они лучше? Потому что вот они еще освещены светом, так сказать, большой теорией. Хотя, может быть, для пояснения этой связи может стоит провести научную конференцию. Потому что вот еще раз об этом поговорить. Что, откуда выскочили все эти идеи. В мое время занимались социальным планированием Советской экономики. Мы этим планированием занимались ученые и, так сказать, администрацией на предприятиях. Хотя замечательные ученые, замечательные администраторы, особенно на Играре. Но работники сами основались от этого в стороне. И то, что вообще привело к краху социализма, привело к краху социального церковного планеты. Нельзя, так сказать, вести эту работу без инициативы самих рабочих, так сказать, при помощи, конечно, научных стран. Значит, итак, то, что мы проделали, это огромная вклада в идеологическую работу и вообще очень важно иметь теснейшую связь с нашей программой. Если бы мы этого не проделали, наша программа осталась бы просто документом, декларацией и так далее, и так далее. Она бы не воплощалась же. Но поскольку, я перехожу к следующему, что поскольку мы, на самом деле, имеем наши проекты, связанные с нашей программой, вполне коммунистической, и с последовательным выражением интересов рабочего класса, то можно предвидеть, что они эти проекты встретят не только с сопротивлением не только в стране администра, как это уже и вы. Где бы ни забрасывали эти документы, везде классы бы в России сразу свои интересы выражал. Я должен сказать, что нам надо ждать, что мы встретим известное непонимание, и надо будет просто к этому готовить. В нашей российской партии труда. Да, мы, конечно, сейчас все соединились в борьбе за трудовой кодекс, и это замечательно. Но я не думаю, что, хотя наш трудовой кодекс тоже, так сказать, выражает интерес рабочего класса в нашей методе, в последовательном так далее, но я не думаю, что здесь у нас полные и на мысли, и полные единогласия, и что мы эти вопросы того кодекса очень боролись. Но мы, прежде всего, не имеем в виду, вот, представители, так сказать, профсоюза докеров, представители фонда рабочей академии, что там, так все, это, так сказать, единственное действие складывалось без проблем, так рано все и поддерживают идея о том, что не надо, значит, забыться об организации производства, то есть, что надо забыться об организации производства. А вот помните, как стоял, наше дело только за плат. Разве это не его было позиции, разве он не пытался это втистывать? И до сих пор, надо сказать, что у него есть такая идея, что кодекс, к сожалению, не так получился, каким надо быть. мы хотя уже проехали, поэтому это глупо уже, да, потому что кодекс, так сказать, на выходе трубы включился. Так вот сейчас, если мы будем действовать и дальше распространять наш проект, то я думаю, что опять все эти вопросы возникнут и будут говорить люди, с которыми мы прошли известный участок в пути вместе, российская партия, да зачем это надо, да почему организация производства, да наши, так сказать, проблемы, зарплата. То есть, я хочу сказать, что наши успехи, они не должны, так сказать, в том числе в российской партии труда. нас демилизовывать и расслаблять. Я думаю, что нам придется побороться внутри партии за то, чтобы, скажем, наш проект или проект коллективного договора укрепили, стали нормой и пошли в жизнь. Они отчасти пошли через защиту, но защита где-нибудь нам близка. А вот, что касается состпрофа, я там не верю, что они так с радостью возьмутся и будут бороться за коллективный договор, и говорить о том, что надо у нас организация производства. Я так не думаю. Я так не думаю. И я еще хочу подчеркнуть, вот Михаил Ильич прекрасный историю партии нашей рассказал, как история внутри партии борьбы, что мы боролись, 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 и вот не надо думать, что мы сейчас доборолись с такого момента, когда борьба внутри партии прекратилась. она еще просто не раскрылась, но я думаю, что она обязательно раскроется, как только мы предпринимем действия. Поэтому, нам еще очень здорово придется побороться, но, единственное, внутри партии, я не думаю, что с перспективой дальнейшего ухода, а? российской партии труда. Залки? Варказа, два партия, так не берет. Варказа, да, да. Слава, честно, объедините. Ну, не сказать, не очень здорово. Ну, естественно, я не думаю, что нам... Еще один, готов проверить, знаете, назад, да? Да. Что эта борьба приведет нас куда-то, так сказать, во вне этой партии. Я не думаю, что мы достигли той партии, где наша борьба, как раз, будет развернуться с высокой почвы, где мы можем побеждать и не выходя из партии. Ну, Стюркин, мы, в чем, могу сказать, бороться, если он не занимался, там была борьба больше делающих с неделающим. Надо просто разойти, здесь тоже делают, запрещают коллективные договоры, да, имеют свой опыт борьбы, но тут придется, так сказать, побороться. Ну, и каким образом? Я думаю, что единственный, так сказать, или вообще главный метод внутрипартийной борьбы это силы педового примера. Здесь вот, тем можем убедить наши товарищи соцпрофы, что надо делать такой коллективный договор и вступать с ним в тем, что сделали сами, это раз. Второе, что мы его пробили, продвинули, получили результаты, получили более высокую зарплату и так далее, и так далее. Вот тогда и они будут идти в эту сторону. Поэтому, я не потому, что сейчас мы должны, сказать, уже кочиться, а снова западков, сказать, как-то, вести какие-то, так сказать, интриги, просить нам, будут интриги вести, но все равно без сопротивления это не поедет. Поэтому, нам предстоит выполнение нашей задачи в соответствии с двухмотиагерки, в порядке борьбы, внутрипартийной борьбы, и мы к ней должны быть готовы. И вот то, о чем говорит Константин Васильевич, доказывает, что нам есть, так сказать, с чем воздействовать на наших людей, потому что вот эта идея секции, я думаю, что партии не принимали от профсоюза, так все приняты. Усчитывая, что все руководят, так сказать, профсоюзом, соцпрофском, и не только соцпрофскими защитниками, и исключительно нерабочие, что правопом, так сказать, большинство рабочих, если одно существование стихийным образом, а, так сказать, вовсе не потому, что есть такой принцип, и так далее, и так далее. Если доказывать секционность в организациях, то придется очень крепко, между прочим, в нашей, так сказать, партии, в российской партии труда. Я хочу еще раз отмечить, что нам предстоит очень серьезная, напряженная работа, сказать, внутри бортии не борьба, и только, как мы знаем, все жизнеспособные партии развиваются благодаря такой борьбе. Надеюсь, что эту борьбу мы проведем с успехом. Я уже как-то возгордился, одни хвалят докера, другие хвалят докера, у меня уже достаточно начинает подниматься. А, да, я сейчас не могу. И решился я вам все делать. На то, чтобы предложить съезду, отобрать и Гошина, и Кудрявцева, право решающего голоса и передать мне и Федотову. А пока вы не примете новый корректирный договор, наш Ульянов, до тех пор мы будем пользоваться вашим решающим голосом. А почему? Раз идет такой, один вышел Кудрявцев, и Гошин вышел, болтали-болтали, ничего главного не сказали. Значит, нет классового чутья, классового подхода-то нет, проблем. А, давай-давай-давай. А? Давай-давай-давай. Вот. А вы же хвалите просто из докера, вот у них классовый подход есть. Значит, нам надо иметь решающий голос, а вам, совещатели, пока учитесь. А ты же не рабочий, какой тебе решающий голос? А я рабочий. Вы что? А ступеньки, значит, раз он рабочий. Ты сразу же охлажденок, покажешься. Нет? Нет. Рабочий, покажу. Вот. А если что-то пришло на ужин. Значит, в Нижнем Новгороде или плохие ученики, или плохие учителя. Так что давайте мы там разбирайтесь. А это уже было, мы слышали от Сергеева. Помнишь, что Кудрявцев сказал, сейчас, Кудрявцев сказал, то, что надо профсоюз организовать, то есть новый альтернативный другой профсоюз, ведь это у нас мы решали партию 15 лет тому назад. Сейчас все есть. У нас тогда партии не было, никаких советов, ничего не было. Только начинали первый клуб за Ленизм и Кумызинск корректины, потом за Ипроводи, потом так, дальше пошло, пошло, а сейчас же все есть. Пожалуйста, мы говорим. И уже когда начали говорить о другом профсоюзе, говорили, не послушали, притим договор, да, сейчас вот первый урок, наверное, самый такой показательный получил Кудрявцев. Пускай Кудрявцев сам отдаст свое решающее. Вот. И здесь, да, конечно, ему надо, он будет продолжать это делать, но вот то, что, в конце, когда Александр Сергеевич Козелный спросил его, как с критином договора, не приняли, приняли другой вариант, а в докладе это не сказал. А потом, а на вопрос Александр Сергеевич, что вы будете делать сейчас с критином договора? Вы сказали, что будем, да, контролировать выполнение. А зачем не контролировать выполнение того критином договора? Я думаю, что этого не надо делать, на это не надо тратить время контролировать, а взять, да, который мы приняли. Какие пункты есть хорошие, в том критином договоре. Так? Вот этого добиваться, реализовать, какие-ли, там, если за этим вопросом не стоят предложения в интересе рабочих, да, это надо добиваться и делать. И показывать, вот видите, а у нас такое предложение было, то есть, анализировать и постоянно им говорить. Мы это предполагали, а вы здесь, ну, например, мы предлагали тебе теплую рукавицу, наш проект, а там нету, а сейчас холодно, вижу, руки твои мерзнут, мы типа, ну, примерно так. И, естественно, надо следить, конечно, за заработной платой. Потому что, естественно, у вас индексация была, механизм индексации, правильно? Вот. Цены растут. Естественно, показывать, вот, вот наше предложение. Если мы приняли, то есть, коллеги вы приняли перед этим фондом, через, коллеги, договор, зарплата бы, вот, на сколько поднялась, а на самом деле, стоит на месте, цены растут. Я думаю, что именно вот так надо агитировать и, естественно, поговорить к тому, чтобы создавать другой профсоюз. хорошо, если ты на том не работал, переплавинали надо. Нет уж. Вы видите, вы туда. Нет, я туда, нет. Сначала же опыт есть, не только вот мы, другие профсоюзы, соспром, защит, защит труда. Есть, работаем. Никто, никого не разогнал. Если такие боевые, профсоюзы. Работаем. Я думаю, что вот это самая задача, коллективный договор и рабочий профсоюз. Может быть, даже в том же профсоюзе, как мы начали, не выходя из ФНПР, там же админизовать какую-то секцию. Для начала. Просто по-другому, мы что, с Казаниным Васильевичем пришли к этому, почему? Ну, сколько барахтались в правкоме Аэпорта? Мы были члены правком. 25 человек, из 25 человек, а 7, по-моему, было, да, докеров? 7 докеров. Ну, предложение. 7 подходит. И Терресом, и докером, и Тальмонам, всем. Механизатором. Нет, то, что предлагает докер, и воспринимается. Вот барахтались, братья, были вынуждены и отделиться от них. И подумали, что они все равно к нам ходили, какие предложения, что, чего, давайте мы поддержим. Это руководители говорят. А как она проходит, все, ни одно предложение не проходит. работа Центрального комитета Рабочего партия России, считаю, удобно творить. Все, все. Уважаемые товарищи, я бы хотел остановиться на трех вопросах. Вчера на пленуме поднимался вопрос, что происходит с рабочим классом. И оценить работы наших трех комиссий и рассказать, конечно, о работе первичной профсоюзной организации Притарского завода. Я думаю, что не надо беспокоиться, ничего особенного с рабочим классом не происходит. Поскольку он еще начинает осознавать, что с ним происходит, и я вот это сейчас почувствовал, работая уже в отдельном подразделении Притарского завода, к сожалению, одного осознавания мало, необходимо еще учиться, в том смысле, что не только посещать занятия, которые у нас проводят Борис Лавреневич и Тисов, а учиться в смысле того, что защищать свои права и, конечно, организовываться. Это не я говорю, говорил, говорил Лев. Владимир Владимирович Лев. Что касается работы нашей трех комиссий, конечно, главное направление идеологической работы, о чем говорил Владимир Михайлович, это то, что я вижу непосредственно в городе и как секретарь генератской организации Рабочей партии России. Это работа нашей редакции. Все прекрасно, знаете, сколько усилий, она прикладывает для того, чтобы выходили эти газеты наши, чтобы они распространялись и так далее. То, что мы мало пропагандируем свою партию рабочую, свои усилия по созданию коллективных договоров и так далее, но все, что возможно есть у нас, понимаете, если не хватает телевидения, кому-то радио, это другой вопрос. Рабочая комиссия, конечно, это самое основное, это заседание нашего Российского комитета рабочих. Я на своей памяти не помню ни одного провального заседания Российского комитета. Вот сейчас, в октябре, будет очередное 20-е заседание Российского комитета рабочих. Это благодаря, естественно, нижегородской организации, которая это все организует и не бросает это дело, и, надеюсь, не бросит, до тех, пока не появится, может, какие-то другие формы. То есть, не будем отбирать у них не бросающий голос? это должно оставаться, пока. Что касается организационной работы, вот о чем уже говорилось сегодня, и рабочая партия России, и российская партия труда, это такие партии, которые, конечно, должны уделять внимание, много внимания организационной работе, но здесь не нужно спешки, не нужно торопиться. Я имею в виду, что касается самой дисциплины в партии, что касается участия территориальных организаций в работе всех партий, об этом скажут во своем докладе, надеюсь, центральная контрольная комиссия. В целом, я оцениваю работу центрального комитета как удовлетворительную. И теперь о работе первичной профсоюзной организации пролетарского завода. К сожалению, складывается так событие, что пролетарский завод Александровский вошел в Холдинг, который командует один из представителей большого бизнеса и руководил балтийским заводом, 51% находится в кармане. Но так договорились, что и пролетарский завод будет работать в этой балтийской объединенной судостроительной корпорации, так она теперь называется. И, естественно, наш научно-исследовательский институт судового машиностроения, который занимается непосредственно гидравлическими системами судового машиностроения. Значит, наши все предложения до того, как мы еще хотели отделяться институт от завода и так далее, о том, чтобы нам нужно обязательно со старым руководством, со старыми директорами перезаключить коллективный договор. Правком не согласился с нами. В сожалению, такая же ситуация, как и везде. Правком первичной подсоюзной организации состоит из 20 или 18 человек и рабочих, к сожалению, там трое только. Следствия там, значит, 9-го цеха, я и еще зуборец Саша Александр Куканов из 26-го цеха. Нас очень мало. Поэтому та ситуация, когда мы говорили, надо, сейчас будет новый трудовой кодекс, сейчас будут новые хозяева. Нужно продлить и немножко поработать с этим коллективным договором. Нас не поступит. Сейчас ситуация совершенно другая, новые хозяева. Значит, политарский завод и сама первичная профсоюзная организация боится, что мы каким-то образом можем отделиться института от этого, разбиться на различные профсоюзные организации, хотя у нас мы сразу заявили об этом. И цеховый комитет, и вся организация из-за заявили, что мы ни в коем случае не будем изобсобляться через коллективный договор только вместе, поскольку мы имеем там, на проектовском заводе замечательный коллективный договор, и плюс еще к тому, буду опять говорить о том, на столе в нашем правкоме лежит проект договора, который заработан естественно на основе докерства, я предполагаю, что вот такой симбиоз, потому что мы не хотим и руководству правкома, и администрации отдавать то, что было там написано в нашем договоре, отношение к тому, что мы записали, взяв с докеров, я еще не знаю, но я предполагаю, что это будет ошеломляюще, как только там будет немножко почетче и поактивнее читать его, и особенно руководство предприятия, не только в правкоме. Я предполагаю, что вот выслушали сейчас все, конечно, вот хотелось бы сразу броситься в бой, как Владимир Михайлович сесть за стол переговоров, взять с собой там двух-трех рабочих, но могут обмануть на самом деле, поэтому здесь надо подходить скупулезно, скупулезно, которая иногда кажется ни в чемной, как вот ее делают в Докере. Нет, это дело серьезное, тут нужно садиться, слушать, записывать, читать, подписывать, и такая работа продолжается. Потом, значит, я и поддерживаю идею, мы ее, конечно, посмотрим, как это будет выглядеть через привлечение общественности, ну, как говорится, духов, отделов и так далее. Может быть, на самом деле, надо принести эти договора, проекты договора в цеха, и там попросить проводить собрание, и так далее. Насколько я думаю, это очень трудно, я понимаю, что он уступал, один цех, больше не провести. Просто-напросто, не то, что там будут мешать, а скажут начальник цехов, не проводить, и все. Это, что касается коллективных договоров. я начал с того, что происходит с рабочим классом, и сказал, что там с ним ничего не происходит, кроме того, что происходит предосознание, и так далее. Но вот сейчас, если я замечал раньше, что у нас в Церковом комитете какие-то индивидуальные возникали вопросы, и кто-то старался, кто-колько русельщик, белорусов, старался защитить, и доказывать, что он там прав, что вы неправильно оказали. Сейчас, не могу сказать, что это коллективные действия, но сейчас мы уже просто задыхаемся с этого, потому что постоянно идут вопросы. Подходят женщины, где наше совместительство непосредственно на этом предприятии, как это называется, совместительство, да, значит, ненормированные рабочие деньги, а где это молоко, где это мыло, теперь какая-то эпопея новая с больничными листами, которые предусматривают там расчет уже правительства Касьянова где-то там с 12 месяцев считать, когда всю жизнь еще социоэспресс мы считали за 1 месяц. Я уже не говорю о наших донорах, которых там решили всех репорт по транспорту и так далее. Является ли это коллективным действием? Я думаю, что еще пока нет. Вот, проверкой должно быть какие-то коллективные действия, в том числе когда мы переходили по заключению трудового договора. Здесь я, например, я не увидел коллективных действий, потому что каждый считал, что он заключит такой трудовой договор, который будет ему выгоден. оказалось, это все одна бумажка, которая идет на всех. И здесь мы проиграем. И теперь даже ощущаем то, что мы проиграем. Когда начинают открывать трудовые договора и говорят, что у вас какая-то секретность, какая-то это, а вы еще не выполняете. Строго выполняйте требования и указания мастера. Например, такая запись. Так что это очень серьезный вопрос. Значит, администрация, последние наши профсоюзные дела, это правила внутреннего трудового распорядка. Мы никогда не думали, что мы коснемся такого вопроса, как о правилах внутреннего трудового распорядка. Они сделали их и сделали в таком виде, что это старая закалка института. Там есть такие вещи. Если ты нанес ущерб обществу, из тебя высчитали, но мало, по закону, там немного надо высчитывать, но ты в течение года будешь не получать премии и все это будет идти в пользу института. Или второе, взыскание премии не выплачивается целый год. Мы такие вещи сразу вычеркиваем, но они опять наносят. Поэтому, если коллективные действия, проверка будет только на работе на коллективный договор. Спасибо. Товарищи, 9-й съезд партии определил в качестве главной задачи организацию работы коллективных действий на предприятиях и прежде всего работают по коллективным договорам. И вот, судя по докладам, отчетным докладам наступлениям, все у нас члены партии занимались этой работой, рабочие непосредственно на своих предприятиях, нерабочие при помощи других средствах розеток, какие-то консультативные действия и так далее. Несмотря вот, вот сколько у нас было выступальщик, мы делали различные результаты, в общем-то. Так что, вполне есть разнообразие, в том числе и у нас по Новгороду. Я надеюсь, Евгений Степанович более подробно расскажет. У нас великим наоборот? Великим. Ну, можно в Новгороде. По небольшой организации электромонтеров и профессиональной организации. В общем, вывод один. Там, где есть организация работы, есть коллективные действия, то, в общем-то, с вами это нельзя. Вот по Новгороду могу сказать, когда уж совсем дошли до беспредела, в кавычках, когда электромонтеры стали получать больше начальников и ничего нельзя было сделать, тогда работодатели пошли на крайнюю меру, там, лидировали вообще всю эту организацию. Вот это беспределка, короче, во всяком случае, вот у меня вывод здесь один, все-таки мы находимся в самом начале этой большой работы, и если брать перспективу в текущую, вопрос поездки дня снимать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя. Вот единственное в продолжении выступления Сергея Петровича все-таки одно замечание позволило высказать по статистике, хотя она официальная, но она в известной степени отражает объективную реальность. Вот по Новгородскому региону за прошлый год резко возросла возросли обращения в суд по трудовым спорам. Значит, о чем это свидетельствует? Очевидно, свидетельствует о том, что в тот период без организации, когда в капитализм рабочий класс вообще трудящие вошли и не умеет работать в новых условиях и не зная как, он лет кончается. Ну, как в любом Евгении есть положительные и отрицательные стороны. Отрицательное то, что, во-первых, это в массе единоличная подача, в лучшем случае, когда несколько работников какого-то коллектива. Коллективные сутки принимаются. Да. Я имею в виду, что когда массовые или по одиночке, по одиночке, либо небольшой группой, скажем, спорно травмить 100 человек на предприятие, подали заявление 5 или 10. И, во-вторых, это идут, конечно, обращения в суд. То есть, в любозвестной степени, где-то надежда на доброго, если не солябатюшка, то на добрый буржавный суд. Ну, во всяком случае, первое, что я в замечании хочу сделать, это то, что наша задача на текущий период и в решении 10-го седа необходимо отразить основную остановку 9-го седа на повестке дня остается такой же горящий. Второй момент по выступлению уже Михаила Васильевича по взаимодействию с Российской партией труда. Значит, вот, что получилось за год. Значит, у нас два человека организации. Один рабочий, который сейчас занимался организацией коллективных действий в той организации, где работают. Значит, сегодня у нас неопорная организация, два нерабочих, куда приложить силы. А вот по итогам создания организации Российской партии труда, ну ладно, это пускай может смешно, да, два человека, Российской партии труда у нас, организация, три человека. Я не беру те, которые полностью реально работают. Так вот, третий, значит, член Российской партии труда, не является членом нашей партии, рабочей партии России, и криклина. Ну, он в данный момент занимается своей организацией, в районном, так сказать, небольшом поселке Шинский, заключением коллективного договора. Поэтому, что получается? Получается определенное расширение работы. То есть, там, где, мы не могли, через Российскую партию труда, его организации, и его членов, мы можем ходить на ту же работу и решить. Значит, регулярно посылали газеты, и, кстати, я тоже должен отметить, что в этом, в отчетном периоде сработали лучше, и как по количеству, и как по качеству, потому что одно дело, там, дорабочее дело газеты, а когда здесь приходят и железнодорожник, и докер, нет, люди читают и видят, что они выходят, раз, так сказать, в своих рабочих классах занимаются с одной и той же работой. Вот он присылал письмо, благодарственное, регулярно присылал деньги за газеты, а здесь благодарственное письмо. Большое спасибо вот эти газеты, он вызывал конкретно, где был опыт заключения по договору, мне помогли, значит, заключение по договору на предприятии. Ну и тут же как раз своевременно была распечатана брошюрка, хочу тоже отметить, мне было об этом сказано, так типовой коллективный договор для практически любого предприятия в городе. То же он послал, пока ответа нет, но я думаю, там работа будет доверена до конца. И второй момент, безусловно, надо более четко было определиться, как может быть, я не знаю, и существенный момент, то есть формальной стороной, что не все понимают, я сам, так сказать, до конца еще понимал, так сказать, двоякое членство, есть РПД, есть Российская Творца Рабочая. Я думаю, то принципиальное решение, которое предложено было, я думаю, надо принять. И третий вопрос, который я хочу поднять, пока он не был озвучен, все-таки и в уставе партии в Кази, может быть, не главной задачей, но в Кази, одной из задачей, членов Рабочей партии России, стоит участие в выборах. У нас на носу выборы, и, конечно, со стороны наших, так скажем, коллег, не знаю, сказать, в кавычках, не в кавычках, одна партийца, да, во всяком случае, программа партии у нас одна, в СРК РПД, ведут предложения поучаствовать в этих правах. Причем, вот последние переговоры, так скажем, возникли спонтанно с нашей Новгородской организацией Российской Коммунистической Рабочей Партией, они привели к очень интересному спору, там предложение очень простое, значит, предложение очень простое, мы сами не попадем, то есть не сможем выбрать, сказать, получить места, вы тоже не сможете давать подключаться более сильным с точки зрения попадания, неполучения мест Думы, это ЛКПРФ, это каждая программа партии, но мы знаем, мы пока это делаем первосторонечко, а как получим места, с новыми силами, с новыми возможностями будем реализовать наш процесс. Я думаю, здесь нам нужно, ну, из тех, кто нас обвинили, и здесь это уже звучало, в углублениях, это чисто в экономизме, и в той рутинной работе, как ее называют, рутинная работа по заключению полного договора и помощи. Рутинная, но с точки зрения совершенно не нужна, не нужна, не нужна. Поэтому, я думаю, нам нужно в решении съезда образить этот момент, и прежде всего, ну, то есть, высказать несколько пунктов, и вчера на пленуне проект резолюции был предложен, скажем, на каких условиях наша партия предлагает принимать участие в этом. Врачи, так сказать, этот основной пункт был защита проекта Трудового кодекса, сейчас ситуация несколько поменялась, поскольку уже есть принятый кодекс, по ряду пунктов имеют подводные, так сказать, камни, причем, минные замедленные действия, которые могут значительно повредить, развить рабочее движение, вот эти пункты надо отразить. И в качестве первого основного я бы назвал вот тот пункт, что сейчас небольшие организации, которые не составляют более 50%, могут быть остранены от участия в работе коллективных группов и ряд других. Год назад я рассказывал о том, что нам удалось во внешнерсной охране Великого Новгорода создать профсоюзную организацию электромультёров профсоюзу свободных электромультёров. Вот эту организацию профсоюзную и это там реорганизации милиция просто-напросто ликвидировала. Не просто, а закрыт. ну раз свободно. А у нас был завлечён коллективный договор свой. Поэтому коллективным договором мы где-то раза полтора получали повышенную заплату. Значит, но это администрация не устроила и таким образом нас, электромонтёры всех предупредили за два месяца как в соответствии кодекса сократили как бы всех и частично тех, кто не был членом профсоюза перевели областной управлений. Вот таким образом мы оказались на улице. 14 человек из 30, но почти второго наполовина. Нагрузку всем оставшимся увеличили в два раза, а заработную плату уменьшили в полтора раза. Интересно, кому повезло? Я благодарю, конечно, товарищей вот здесь, кто нам морально в этом плане помогал через депутата Госдумы, но ничего у нас, так сказать, в части сохранения нашего профсоюза не вышло. Значит, ну, профсоюз так и распался, осталось три товарища из этого профсоюза, они так и продолжают работать. Но обращались ко мне как к бывшему члену профсоюза как лидеру в части помочь им с повышением все-таки заработной платы, с начнением платили, таковыми платили. Из восьми пунктов сочинил я им эту бумагу, они что-то частично отвоевали у себя, но не будучи членами профсоюза, так, индивидуально, хочет, что даже ваша администрация пошла на встречу. Сейчас снова идут распри, просили встретиться со мной после этих праздников по заработной плате, что-то по расчетам, что-то снова у них ненормально. Ну а мне полгода, значит, пробыв на бирже труда, удалось устроиться на один из крупнейших в прошлом объединений, одно из объединений Великого Новгорода, это предприятие электронной промышленности Ванита. Он когда-то был филиалом Светланы, там где-то раз в 10 у нас уменьшилось число работающих, правда. Работаю сейчас начальником службы качества, есть такое закрытое акционерное общество Планета Сид, то есть выпускаем светодиоды, ну, наверное, все видели, в системах индикации, пожарной, сигнализации и прочее. Значит, светят разные цвета амираты. Вплоть до инфракрасной, инфракрасной, даже если отдастся ультрафиолетной. Предприятие небольшое, человек 200 всего у нас. То есть когда я пришел на работу, предприятие это знакомое, я работал с секретарем партийной организации, мне сказали профсоюзу у нас нет. Было 6 членов профсоюза всего, вот в этой организации 200 человек. Они были на учете на головном предприятии, но поскольку никакого толпа этого профсоюза нет, значит, они просто вышли из этого профсоюза, профсоюза взносом заплатили. Значит, расклад примерно такой же, я ситуацию обрисую, в общем, есть головное предприятие, значит, нас владеет, главным владеет, есть такая фирма Хайтон, в Питере, здесь, может, свыше. Значит, у них основной пакет акций, нашим закрытым акционерам владеет, они же, 51% акций. бывший директор этого предприятия почему-то владеет 47% акций, хотя рабочие мне говорят таким образом, что нам давали акции, пожалуйста, берите, поначалу при организации, это лет 6-7 назад. Но почему-то все акции оказались у этого самого директора. Как так получилось? Но это уже история, ладно. Идет борьба между двумя собственниками, Хайтон и бывший генеральный директор. Значит, в результате этой борьбы я хочу сказать, что почему-то еще профсоюз не создавался. Дело в том, что прежний директор, который владеет 47% акций, ежеквартально добавлял заработную плату на 10%. А зачем нам, профсоюз? И вот сейчас, когда идет уже процесс овладения Хайтона этим предприятиям, эти льготы все рабочие уже отменили. Вот за прежний заработной платы уже не была индексирована на 10%. Как получали, так и получали. Директорат заменяется. Вот за три месяца работы уже после праздника будет, наверное, третий директор. То есть каждый, вернее, Хайтон пытается забраться целиком в собственности этого предприятия, потому что дали даже где-то процентов на 30 основных средств этому закрытому акционерному обществу, для того, чтобы вероятно, как я считаю, вероятно сказать, что у меня уже не 50% акций, а 75%, и чтобы полностью управлять этим предприятием. На предприятии, значит, технический директор заявил так на одном совещании на планете. Один островок остался. Это зал планеты Си. То есть сейчас все набросятся на шею, так сказать. Вот здесь может возникнуть, так сказать, необходимость заключения коллективного договора, но я пока еще активной позиции в этом плане не занимаю. Ситуации пока присматриваюсь. Значит, была попытка у меня каким-то образом увеличить заработную плату в системе администрации. за личное клеймо прежний директорат не платил. Что такое личное клеймо? Это продукция принимается без приемки отдела химического контроля. Рабочий сам отвечает своей продукции и сдает с равностат и подниметел. На 10% запросил я разработал положение как начальник службы качества. Директор генеральный сразу возмутился. Как так? Это прибавка заработной платы сразу на 10%! Я говорю, везде же так платят, такая система везде принята, поэтому здесь ничего страшного нет. Где-то одна треть получила такую прибавку. Но директорат меняется, какая будет политика у прежнего руководства пока не ясно. На рабочий класс я хочу подчеркнуть тоже, как некоторые выступающие сговорили, особо еще не может так собраться, еще не созрел, выступают в одиночке, возмущаются в курилках. Коллектив, конечно, женский в основном. А те мужчины, которые обслуживают нашу технику, они прикольные. у них зарплата неплохая. Поэтому женщинам организоваться, которые на рабочих местах там сидят, конечно, сложно, очень мало. Перспективы в плане заключения коллективного договора пока еще не вижу. Но по ситуации в целом по городу, по электронике я с отраслевым профсоюзом это так держал, связи через прессу. Когда пресса поступает, обычно все это дело разносится. Договора коллективные заключены. В каком виде они заключены, конечно, наши ПНПРовцы к ним не допускают. Не надо, твоя пресса, ладно, коллективные договора есть, есть, и писем не работают. Тут у нас никаких проблем в этом плане. Но пришлось столкнуться с профсоюзом как науки и образования называется, у нас есть университет. Там заплата библиотечных работников очень-очень низкая. 1300 рублей у него жена получала. Вот они сами женщины организовались, конечно. Создали свою комиссию. Получалось так, что более образованные поэтому они сумели организоваться. Вот добились они добавки где-то до 2000. Примерно сейчас такая. Конечно, низкая зарплата, но все-таки с президентом университета встретились. Какие-то внебюджетные средства они отыскали для них и вообще-то после праздника ожидается, что все у них в этом плане навалится. У нас есть такое предприятие Макрон, это предприятие промышленное. Виктор Иванович, я честно говорю, добились ли они там все-таки для себя увеличения какого-то, но там была вплоть до пруссака борьба за поставки. То есть у них они, конечно, люди прикольные. Если начальник смены там получает 3000, как в Питере, то в основном там у них как бы такой рабочего класса не существует. Одна минутка. Ага, сейчас, минуточку, я заканчиваю. Ну, в плане, значит, оживления ситуации непосредственно на предприятии будем работать в плане оживления работы в городе. Также пресса у нас расходится без остатка, в общем-то, пользуются. Если мы выходим на какие-то мероприятия общественные, у нас просто-напросто если одну газетку вручил, то там уже звонки идут. Дайте, 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 пожалуйста, почитать прессу. В целом, в общем-то, работу нашего Центрального Комитета я считаю удовлетворительной. Спасибо. Можно ли вопрос? Можете вопрос? Вопросы можно? Пожалуйста. Пожалуйста. У вас был профсоюз и всех уволят. Ну вот, скажем, по кодексу могут уволиться членов профсоюза не руководители, а председатель заместителей. Вы согласны? А, ну там же вот я на суде... Вы согласны, давай на войне? Нет, там в кодексе как написано? За счетом мнения? Нет, нет. Руководители. Руководители, заместители. А, руководители? Власти. Ну там тоже записано, что-то нет. Нет. Я работаю на Кировском выводе. У нас реструкторизация давно прошла. Вот. Работаю наращением предприятия Петростар, металлургическое комбинато, скалеплавильное производство и прокатное производство. Конечная продукция прокат. Традиционно нашими заказчиками были автоз, газ, то есть предприятия автомобильной промышленности основные. Сейчас у нас несколько поставщиков так остались, газ, автоз, потребители, извиняюсь, не правильно выразился. Потребители остались, но в связи с тем, что колебания на предприятиях то останавливаются, то поэтому рынок сбыта у нас тоже возникают периодические проблемы и ориентация на зарубежного потребителя. Практически до 30% мы отправляем прокат на страну. европа, США, франция, 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 производство само по себе оно как бы мартеновское, старевшее, завод, предприятие делает реконструкцию, печь ковш для повышения качества стали, буквально запустили перед 300-летием из-за отладки. Печь ковш, но это на металлургических координатах уже давно внедрено на многих мартенов ковш, и ковш мартенов, мартенов, это вне печная обработка, после выпуска стали идет вне печная обработка, за счет этого повышается качество выпуска вне печной то есть конкурентоспособность должна повыситься и прочее. Если говорить конкретно о профсоюзной работе, я в течение нескольких лет являюсь членом цехового комитета нашего мартеновского цеха. Значит, про спространение в газете я бы сказал, что некоторая часть рабочая с интересом относится к газете. Основная же, к сожалению, часть ну как-то пассивна. Пассивна. Даже не то, что там продать эту газету, просто раздаешь в курилке и там смотришь газета ну не читаем не читаем получается. На проходной когда раздаешь, там с интересом она быстро расходится газета завод все-таки побольше. Но хочу сказать, что завод у нас уменьшился значительно. До перестройки у нас было где-то порядка 35 тысяч на основной площадке, около 9 тысяч. а численность падала до 7 тысяч. Сейчас немножко побольше. Завод поделили там порядка 20 дочерних предприятий. Ну и сейчас очень много всяких мелких предприятий. Сдают помещения в аренду цехи, сказки и помещения. Что на заводе что только не выпускают и что только не хранят. Так вот касаясь отношения рабочих к своему положению, к профсоюзной работе. Да, из профсоюза очень много вышло после перестройки, потому что отношение такое, что профсоюзная верхушка как бы предала рабочий класс, профсоюзы не отстаивают интересы, рабочие после выходят. Я, конечно, пытаюсь убедиться, что выходить все равно не надо. Потому что окажетесь, когда один на один оказываешься с администрацией, то ты хоть как-то, может быть, обратишься, когда профсоюз, вынуждены будут заняться. То есть вот такая ситуация. Может быть, это связано с тем, что у нас в цехе заработная плата несколько выше, чем была, по крайней мере, чем в других подразделениях завода. Это накладывает определенные, видимо, отпечаток на отношения. То есть не в более тяжелых условиях находятся. То есть заработная плата позволяет более-менее нормально жить в этих условиях. Поэтому, на мой взгляд, отсюда некоторая пассивность в отношениях. Хочу сказать, что постепенно вот эта тенденция, она меняется, потому что даже вот на нашем Петростале, так сказать, уровень заработной платы стал падать. То есть темпы роста заработной платы, инфекция, они стали падать. И люди это ощущают. И на многие подращения предприятия заработная плата выровнялась с нашим предприятием. Когда в начале перестроения было значительно выше. Поэтому отношение несколько другое. но все равно вот такой активности и понимания, что с вами может произойти то же, что сокращались предприятия, шла это самое все это тоже может с вами это опасности не чувствуется. Нарочное не чувствуется. Или это вот где-то происходит вот так. Теперь у нас практически каждый год два раза в год проводят сокращение. То есть как бы приводят по приказу директора численность в соответствии. Потом она снова растет и за счет этого производит как бы вымывание кадров. Все, кто не устраивает, недоволен и прочее, потихонечку под этим соусом избавляется. Коллектив как бы меняется, положивается. Это тоже влияет на сплоченность коллектива. Как это происходит? Тоже по согласию с профсоюзом. Проводят просто администрация, как бы уже не сам профсоюз, профсоюз практически вот наш, допустим, конкретно Петросталевский профсоюз, он практически не занимается. У нас происходит такое, что нет первичных профгрупп. они чисто формально. Вот три года профсоюз избирают на три года, и за эти три года верхушка между собой, она представляет коллектив, не имея опоры на коллектив. И первичных профсоюзных организаций, профсоюзных, как таковых, к сожалению, нет. Вот я, будучи в цеховом комитете, постоянно говорю, давайте начнем, и пытался это делать, на своем непосредственном участке смене у меня была своя профгруппа. Я проводил сам, инициатива проводил, других же инициативы такой не было, и не проводили, и нет. Не было этих первичных. То есть, получается, руководитель профсоюза, он безопережный, ему не на что опереться, он ничего не может выдвинуть администрации, потому что ему не на что, не за кого опереться. И это их устраивает, они подкормлены все. Изначально, когда началась перестройка, когда определяли конкуренцию, когда еще были профсоюзные организации, профгруппы, определили, что председатель профкома получает столько-то, он столько и получает, уже несколько, лет шесть работая, автоматически ему идет за то, что он устраивает администрацию, что внизу ничего нет, недовольства как бы нет, все хорошо. Вот такая, к сожалению, ситуация у нас практически, как вот на Петростале, и так почти выяснял других подразделениях, такая же ситуация. Всюду идет, находимся в такой плачевной ситуации. К сожалению, у нас, я, так сказать, прослушал предыдущих выступающих везде, есть какой-то успех. У нас, к сожалению, этого нет. Мы еще находимся на более низкой стадии сознания рабочего класса. в этой ситуации мы находимся, в такой ситуации работаем. Но я хочу сказать, что процесс понимания сознания в рабочем классе, он начинает только, например, как я чувствую по своему плетению, только начинает еще поворачиваться, не то, что там соорганизоваться. Кстати, вот тоже, когда выступаешь, все время говорят, давайте мы тебе прицепком разберем, я говорю, давайте. Ну, все, смены, даже собрание провели, выдвинули, начинается конференция. На конференцию сменные работники, в которых выдвинули делегаты, они не приходят. как всегда администрация собирают, набирают форум сверху, команду дали, и террористов собрали, без мандатов, без ничего. Начинается голосование кого? Ну, общинникова, давай мы задвинем. Начальник выступил, команду дал, и в этот раз тоже говорит, давайте мы тебя изберем, да вы еще не задвинули, чтобы избирать. вот такая ситуация, вот в какой находимся ситуации, пока, к сожалению. Работу признаю удовлетворительно. Спасибо. Я работу от Центрального Комитета признаю удовлетворительно. На этом закончился. Да. Поскольку работа на нас в известном смысле свалилась полтора года назад, очень большая, и я думаю, что вот нынешние нас съесть, это еще все обдумывание той ситуации, в которой мы оказались. В принципе, скажем, за последние месяцев восемь, ничего такого особо принципиально нового не произошло, так сказать, в нашей партийной жизни. А осмысление, вот оно идет. И в том числе, значит, некоторые такие моменты недопонимания или сосредоточения на каких-то одних вопросах и упущение других, оно есть и, мне кажется, оно выгодится. Прежде всего, это вот вопрос о рабочем классе, как у некоторых товарищей студии, что рабочий класс еще не созрел. И у нас он не созрел для класса, и, по-моему, созрел там только для коллектива. Мне кажется, что мы сейчас уперлись в практическую сторону этого дела, и она подталкивает на теоретические размышления по этому поводу. Что значит рабочих класс не созрел? Если имеется в виду, что рабочие там в цехе одном или в другом или в третьем или даже на заводе не созрели, то это еще, так сказать, мало о чем говорить. И в отдельных случаях даже в советской России рабочие, заводы и целые города выступали просто в советской власти. То есть, такие факты были. Само по себе это, ну, говорит о чем-то, но мало. В этом смысле скажем, если посмотреть на рабочий класс, вообще на классовую борьбу, с точки зрения форм классовой борьбы, то я думаю, что, скажем, если иметь в виду идеологическую борьбу, классовую борьбу, то в этом смысле рабочий класс, он не не созрел и не не отстает даже. Особенно это визу на идеологической работе нашей партии лискарборидацией. Скажем, в прошлом году мы издавали полторы газеты в месяц. В этом году мы начали издавать две газеты в месяц. В прошлом году наши товарищи написали, или за прошедший год написали две монографии, одну коллективную, и один сборник научных трудов по итогам практически международной конференции, которая произошла, прошла в городе Афиме, Греции. И показательно, что, несмотря на то, что организовывало это РКРБ, ученые, в общем, там представляли российских коммунистов, и в этом смысле российский рабочий класс из рабочей квартиры России. Теперь, вот эта вот ситуация наша нынешняя реформа, она показывает, что, несмотря на то, что мысление отстает, оно естественно отстает, оно вторично, оно приходит несколько потом, мы, в общем, как-то на уровне задачи, и, в общем, вовремя отражаем изменение ситуации и изменение нашего положения в ней, изменение исторической ситуации и нашего положения в ней. В этом смысле, скажем, интересно соотношение наших размышлений с размышлениями гражданина Путина, который заявился. Вот в прошлом году, несмотря на то, рост активности профсоюзов, забастовочная борьба, значит, утихла. Вот это, как ли он профсоюзы имеет в виду? Что активность? Если он имеет в виду ФНПР, там посоветилось городовым законодательством, ну, может быть, в какой-то мере это правда и то. Я думаю, что они в основном, так сказать, шли у нас в фарватере, как бы отбивая наш напор. Но, что касается наших профсоюзов, то, конечно, это был, кстати, большой рог вперед. Другое дело, что, и большая активность, другое дело, что я думаю, что Путин-то как раз, он может быть, даже и не видит этого. И не это имеет в виду. Теперь, значит, забастовочная борьба, может быть, она и пристановилась, в том числе и структуры наши или близкие к нам. Почему? Потому что она сегодня углубилась, она углубляется в суд дела. Вот эти вот наскоке на начальство скоропалительное, они вообще показали, что, ну, то есть, можно, конечно, выгнать директора, некоторые по два, по три директора выгнали, по-моему, даже и Тача Позырябцев. Но, если нет прочной организации, которая готова закрепить победы и глянуться дальше, то эти единичные победы, они, в общем, так сказать, мало что делать. Поэтому, значит, вот одно дело, вот такая вот идейная, идеологическая сторона и рабочего класса, и, значит, нашей организации, то я думаю, что здесь мы, как раз, шагаем в ногу со временем, и в этом смысле, рабочий класс есть, значит, парт, рабочий класс, это ведь не только рабочий. Рабочий класс, как организованный класс, класс для себя, это рабочий класс вместе с партией. То есть, как говорили Марс, класс себе, это вот неорганизованный класс, бытующий, где-то такой, на ранних стадиях своего возникания развития. Поэтому, в какой-то мере, значит, вот, с остановлением нашей партии, мне думается, что рабочий класс России становится классом для себя. А в идеологической сфере, в сфере идеологической борьбы, это даже и очень значительно. Причем, и рабочие, и профсоюзы, это дело признают. Или, в крайнем случае, вот видно, что начинают признавать. И то, что, значит, профсоюз защиты от труда обратился к нам, значит, с тем, чтобы мы издавали еще одну такую газету, я думаю, что это признание вот такого дела. Другое дело, что, может быть, мы еще не готовы вполне, значит, к этой роли. Я об этом потом еще чуть ниже скажу. А сейчас хочу обратить ваше внимание, что, объединившись в партии, в российской партии труда, мы в ней еще составляем конгломерат организаций. То есть, для того, чтобы эта организация стала действительной организацией, политической организацией, партией, она должна быть более связана тесно с серьезными, значит, экономическими, политическими, идейными соотношениями. Сейчас мы, скорее, у нас такое единство картофелер в мешке. Такой альхайд, как сказал Евгей. А мы должны стать такой вот консолидированной организацией в рамках Российской партии труда. И в этом смысле работы нашим отдельным организациям, нашей профсоюзу докеров, другим организациям, очень-очень много предстоит здесь. А нам ведь еще надо, так сказать, и воздействовать на все общество. Поэтому я думаю, что вот эту задачу ни в коем, ни в коей мере нельзя терять из вида. А у нас, так сказать, крем в известной мере, значит, уже сознание. он как бы наметился. То есть, скажем, мы товарищи с большим удовольствием говорят о работе по заключению коллективных договоров на своем предприятии. И это замечательно. И это мы приветствуем и поддерживаем, и рады за наших товарищей. Но я думаю, что нельзя уже сейчас терять из виду вот это обстоятельство, что мы уже в партии, что мы в связи с другими организациями. И нам нужно, значит, становиться такой действительно спаянной политической партией. Что эта работа перед нами стоит. И это изменяет наш масштаб. Вот, скажем, мы привыкли, что у нашей газеты издается там пять тысяч экземпляров. Ну, вроде так и надо. Но нас в партии формально, но все-таки двенадцать тысяч человек. И в этом смысле, конечно, вот наша организация ленинградская, если мы в своем родном Ленинграде не можем распространить там три тысячи газет, то я думаю, что, конечно, это наша организация ленинградская. Что? Значит, мы этого масштаба не выдерживаем. А масштаб надо уже распространять. И, скажем, замечательно, что у нас докеры наши такие, да, коллективный договор, повышают заработную плату, отставят заработную плату. Забеседля. Но вот в смысле консолидации, значит, на 1 мая товарищ Тимофеев сам на демонстрацию не пришел. Товарищ чей докер... В мешке сидим. Не понял? В мешке сидим. Не сидим мы в мешке, надо выходить из мешков. Вот. Товарищ чей докеров, значит, не привел. Собрание регионального отделения, значит, комитет регионального, значит, за год было два раза. на один из которых не пришел и Александр Сергеевич Козелов. Вот. Поэтому мне думается, что вот это направление нам надо всем усиливать. то есть не только заботиться о том, чтобы, значит, коллективные двери, это все надо и безусловно, но и за то, чтобы консолидировать, значит, те профсоюзные организации и другие организации, которые есть в Российской партии труда. Ну и в заключении еще раз, так сказать, как бы объединяя эти вопросы, хочу сказать об идеологической борьбе, что эта работа, она, значит, нас сопровождает постоянно. То есть с нее это все началось, с нее началось крушение КПСС, с идеологической борьбы началось наше с вами объединение, и я думаю, идеологическая борьба нас не оставляет и, значит, не оставит. Я согласен с Владимиром Михайловичем, что, значит, некоторые вопросы вот мы упускаем такого теоретического свойства по вопросу класса, значит, по каким-то, наверное, другим вопросам, поэтому это должно быть нашим постоянным вниманием. Но нашим постоянным вниманием должна быть как бы другая сторона этого, а именно, что экономическая борьба, на которую мы сегодня уделяем большое внимание, она, конечно, связана и с политической, и с идеологической. Это все, чтобы бороться экономически, нужно все идеологически, очень глубоко и прочее отработать. И товарищи правильно говорили, что без партии, значит, там коллективные договора, трудовой кодекс и так далее, это все не отработало. Теперь, политическая борьба, ну, само собой, если ее без идеиных ориентиров вести, она никуда не приведет. Ну, и сама идейная борьба, она, конечно, имеет непосредственную связь, мы потому ею занимаемся, что так или иначе ведем и экономическую, и политическую борьбу. То есть, эти все моменты связаны, и нам ни в каком направлении нельзя упускать из виду и два других. Спасибо. Дорогие товарищи, по будущему общественному объединению, да, или об общественной организации, об общественном объединении, работе в партнерах России. Ну, прослушав доклады, премьер, особенно последние, у меня сложилось впечатление, что вообще центральный комитет и партия работала не только уже даже хорошо. Хотя, каждый год, вот я вам не первый раз, наверное, говорю тоже, я приезжаю сюда не то, чтобы с пессимизмом, но с личной грустью, потому что кажется, что при всяких усилиях никаких дел вперед не движется. И мы не обрастаем, в том числе и я вокруг близко, рядом местный обрастает. Образливо что не справится, да, надо слить. Я имел в виду пока что рабочую партию России. И в конце скажу об этом, а не Российскую партию труда. Ну, а теперь поделюсь теми успехами или не успехами, попытками что-то сделать, что мы делаем. Ну, во-первых, на заводе. ситуация такая, что за год была ситуация, что однажды в октябре рабочие были уже доведены до отчаяния, задержка зарплаты, и там было стихийное выступление. и заслуга наша, что мы сумели его организовать в том, чтобы оно было, я уже рассказывал на российском комитете, кто-то не был, но коротко скажу суть. Наша заслуга профсоюз защита, соцпрофа, инициативного совета рабочих, то, что мы сумели организовать это выступление вот в таком ключе, чтобы оно не было наказано администрации, чтобы оно было как законное, и уговорили, убедили, помогли людям написать заявление, что они останавливаются по статье 142 нового кодекса закона о труде в связи с задержкой более 15 дней, и под этим заявлением выйти вот на улицу, дошли мы до правкома, дошли до дирекции, беседовали лично с директором, он обещал погасить задолженность, если не погасит, уйдет, в результате вот в декабре он ушел, сейчас у нас новый с генерального, новый генеральный. Сегодня обстановка погасил? Он не сумел погасить, поэтому сегодня новый генеральный, кстати, из газа, когда он там был, Лаптев, он пытается эту ситуацию погасить, ну, например, сегодня мы за апрель не получили, но снижает, хотя бы на день, там, месяц разрыв снижает, поэтому у людей есть иллюзия, что все наладится, да, и вот таких выступлений не предвидится, люди говорят, что, ну, он что-то делает, мог, а что сделаешь, когда вот такие условия, и так далее, и работать в этом случае, призывать на улицу тем более, организовываться тем более, и остается у нас практически вот то дело, которое наша партия давно пропагандирует, это принятие коллективного договора, здесь можно заинтересовать уже большинство, если не всех, то очень большое число людей, которые бы участвовали в коллективной работе по защите своих прав. мы взяли, если до этого мы оперировали тем, что призывали людей принять, создать такой же коллективный договор, как есть у докеров, то нам были аргументы, что это группа людей, работников, которая совершенно другая специфика, что был аргумент, что они сидят на кранике, они могут повернуть и так далее, и не подходит он нам по специфике, а когда такой же проект сделали на Красном Сормове, и когда я его привез, например, правком нашего цеха, дал прочитать, они сказали, о, мы под этим на 100% подпишемся, только ты давай иди двигай правком, но сами цеховые профсоюзные организации в завком не хотят идти с таким правком. Мы переделали уже Красный Сормовский проект под Зиловский, несколько, несколько, да, несколько работников его просмотрело, причем рабочие без негатива, так, без критических восприятий просто вставляли туда дополнение, например, о том, чтобы поставить телефон в каждом цеху, у нас ситуация такая, что внутри заводская сеть, а чтобы за город позвонить, не за город, в город себе позвонить, надо идти к начальнику или к диспетчерской, они требуют, чтобы там это, мы писали, то же самое, было таких пунктов, например, один инженер, который из инструменталки, он тщательно проработал, все, он, говорит, сначала смотрел и видел, что эти все пункты невыполнимы, которые мы сейчас записываем, а потом подумал, говорит, а почему я не должен вообще в колдогу вписывать, ведь я-то сам лично хотел бы на таких условиях работать, и поэтому он потом сам в результате чтения убедился, что это очень нужно и на правкоме, вот где мы встречались, отставил. В результате сделали проект, с этим проектом мы пришли в правком, несколько человек, проект им передали, заставили правком и главного редактора Московского автозаводца подписаться, после этого правком собрался и сделал поправки в своем коллективном договоре, то есть они сделали вид, что как-то реагируют, наш положили и замалчивают сейчас, а в своем изменении, что они отреагировали, они вставили в уже действующий коллективный договор несколько пунктов, один из пунктов, например, они целиком переписали статью 142, где задержка на более 15 суток дает право на остановку, написав заявление и так далее, и так далее, то есть просто вот вставили пункт из Трудового кодекса, вот такая ситуация на заводе, сейчас после того, как мы передали в правком, мы сделали с поддержки РКРП, помогли нам финансовом в Москве, мы сделали 200 брошюр уже коллективного договора, где вставили страницу, подписанную правкомом, о том, что ему передали, проект правком и московский автозаводец, и распространяем их по заводу, но распространяем не просто раздачей, а распространяем, так сказать, под подписку, то есть, когда человеку выдаем, записываем цех, фамилию, и он расписывается, некоторые говорили, зачем, мы говорим, что для того, чтобы в цехе возникнет ситуация, скажут, а мы не знали, наш цех нет, мы скажем, что вот товарищ из вас цеха брал, и он обещал цеху распространить, поэтому пока распространили всего 57 брошюр, остальные лежат, но сейчас обстановка такая, что отпуска и так далее, и все говорят, что до, наверное, до конца августа не будет активности, потому что все хотят уйти летом, и напряженка такой, поэтому мы решили продолжить эту работу дальше уже по раздаче, и, возможно, выпустить листовку, которая бы сориентировала уже всех работников завода, что есть такой проект, который можно прочитать и за который можно выступать. Это вот работа на заводе по идеям выработанной нашей партии и притворению в жизнь. Вторая работа моя, это в Совете Рабочих Москвы. Здесь ситуация немножко посложнее, потому что в Совете Рабочих Москвы рабочих меньше, чем в любой партии даже, к сожалению, чем даже в любой партии. Я уже не говорю, считаю даже нашу российскую, рабочую партию России вообще срабить не надо. И поэтому там преобладают позиции такие, которые поговорить об общеглобальных теоретических вопросах, а практически работы нет. я помню, как давно, 5-4 года назад, приезжая с заседания Российского комитета или вот с партийных форумов, я говорил о перспективности или важности работы над трудовым законодательством, по трудовому законодательству. Все обвиняли нас в экономизме и так далее, и так далее. Потом, когда увидели, что на этом можно все-таки и митинги делать, и все это пошло, осознали, сейчас в последнем съезде выдается за заслугу, что начало этому борьбы за новое трудовое законодательство будто бы исходит из Союза рабочих Москвы. Ну, я не отрицаю им это. Лишь бы не конец. Да. И главная заслуга, что именно они ходили в Думу и заставляли Аволиане носить и далее. Сегодня такая же ситуация, я к тому сказал, сегодня такая же ситуация с коллективным договором. По вниманиям отнеслись члены РКРП, и они взяли проект уже Зиловский и на несколько, три завода разнесли, те там заинтересовались, пока читают вот этот. А остальные все обвиняют нас в чистом экономизме, выбивании материальных благ и никак не убедившись, что когда эти материальные блага пытаются вот рабочие записать в законе своем, заводском, это уже политическое действие? Нет, вот это не воспринимается. А вот главная задача у нас Совета рабочих Москвы, которые собрались здесь умные, разработать идеологию рабочего класса, который не знает сейчас, ни за кем не идет, потому что не знает куда идти, потому что у него нет идеологии класса рабочих. И когда пытаясь их убедить, что есть давно, 150 лет там бородатый разработал не наш бородатый, еще было. Но я думаю, что все равно, когда на некоторых заводах еще такую проделают работу, когда люди начнут, я думаю, и Совет рабочих подключится Москвы, я имею в виду, подключится к этой работе и мне будет тоже легче там. Вместо того, чтобы отбиваться и воспринимать как критику и как это. Ну, надо сказать, что наша партия и материально помогла Союзу рабочих Москвы. При своей малочисленности она оплатила четверть, здесь вот в докладах не прозвучало, четверть аренды помещения для прошедшего в апреле съезда Союза рабочих Москвы. Еще одну четверть РКРП, а другие партии не смогли найти денег, поэтому рабочие сами складывались на половину зала, ну, а четверть оплатила вот наша партия. Это доклады. Теперь, что касается об интеллигенции говорили, когда мы столкнулись обсуждением проекта, да, я восприятие и размножение, вот, раздача этих книжечек, где напечатан уже брошюр, где напечатан проект, мы получаем негативное восприятие, отрицательное от ИТРовских служащих. И Кудрявцев здесь говорил уже об интеллигенции, я не сказал бы, что это уже интеллигенция. Мало того, я думаю, администрация это поняла, я тут недавно узнал, что у нас теперь на заводе ИТР нет вообще. Есть другая градация, теперь РСС, не инженеры технические служащие, а руководители специалистов служащих. Вот эта группа у нас на заводе теперь называется так, РСС, руководители специалистов служащих, никакие не работники интеллектуального труда, не инженеры, а вот руководители специалистов служащих. И поэтому они уже четко себя тоже сами ощущают, что они к кому относятся. Не к интеллигенции, которая должна думать о проблемах рабочего класса. То есть они не работники, а служащие. Да, РСС. Ну, а вот исходя из того, что у нас на совете рабочих возникает, и здесь на плену медицинальный комитет Кудрявцев говорил, почему-то не сказал. Я думаю, что нашей партии тоже надо подумать и здесь уже говорили товарищи, не выработать идеологию рабочего класса, она выработана давно. Надо посмотреть, как ее применять в нынешних условиях, марсистскую идеологию. Вот это мы должны, наверное, выработать. Или не выработать, пропагандируем, вести, куда идти. Теперь, что касается Российской партии труда. Вот сейчас для меня немножко другой переход. Может быть, он даже очень приемлемый, положительный, что мы теперь себя будем, если мы так решим, воспринимать, как общественную организацию. До сих пор все-таки я старался выпячивать свое членство в рабочей партии России. Потому что РПТ имеет очень массу критики со всех сторон. И приходится отбиваться и в совете рабочих, и среди партийных организаций, даже в рабочей среде заводе приходится отбиваться от обвинений в том, что вы не туда идете. Теперь, значит, нам предлагают все обвинения брать и против них бороться. Так я понимаю? Нет, когда обвинения говорят, у нас объединение внутри, к нашему объединению это не относится. Вот о чем я хотел сказать только. Это не наши грехи. Все спасибо. Просто по студению печати хотел бы в первую очередь, что у нас действительно есть затруднения и чтобы как-то сделать лучше, это, конечно, желательно еще всем продумать этот вопрос. Но главное, чтобы на примере других газет, хотя бы «Россия», там уже как-то закреплено есть люди, которые берут за пониже стоимость и продают постоянно где-то находятся. Поэтому тут немножко я пытался это все наводить эту работу, но она как-то еще не очень вкладывается или это в мои возможности, или возможности нашей газеты, потому что нашей редакции у нас еще не совсем газеты пока выходили регулярно, чтобы это было, почаще так было, чтобы можно было твердо поставить какого-то человека закрепить, чтобы он имел определенное от этого поощрение какое-то и чтобы можно было даже в газете объявить, напечатать, что вот такую-то газету можно приобретать в определенном месте. Это бы намного нас укрепило и желающие приобрести эту газету постоянно могли находить эту точку. Поэтому для того, чтобы это дальнейшее нашего обсуждения. Хотелось бы немножко по поводу иждивенчества выражать. Действительно народ вот наш и мы проводим постоянно на поселке Пантонное в последнее время и поселке Сокорный проводим как клуб современное знание проводим лекции. У нас постоянными лекторами являются Александр Сергеевич Казенов Борислав Алексеевич Специсов также выступал Лебедев Сергей Викторович Викторович Сергеевич может кто знает его хотелось бы чтобы Михаил Алексеевич к нам подсоединился но чувствуется что действительно мало приходит на лекции совершенно мало кто-то надеется на то что само преобразуется кто-то думает что без нас обойдется некоторые пока вот я и живу у меня вот все есть и мне обязательно дополнительно какие-то там знания вот это у нас обычная такая история продолжается ну и вот если бы мне хотелось бы еще пару слов сказать по поводу научно-практической конференции которая проводилась в Москве 27-28-29 мая для этого мне пришлось распространять нашу литературу два дня 27-28 мая правда я там не все выступления слышал но в основном эта научно-практическая конференция проводилась в институте философии Российской Академии Наук представительство было очень большое там ну как большое ну примерно периодически там от 100 и так 130 человек приходили уходили некоторые и одновременно же 27 мая проводилась конференция в Вене тоже именно носили обе конференции носили марсистско-ленинский характер где именно шло обсуждение работ ну учений Карла Маркса Энгельса Ленина и докладчик который выступал 28-го он говорит был одновременно то есть был 27 мая в Вене где также все на эту же тему проводилась конференция где были ну естественно были огромная критика выражалась в адрес Хрущева естественно там многие и против Сталина выступали но в основном именно шло направление марсистско-ленинского направления вот я хочу сказать что вот это продолжение этих вот научно-фантастических конференций носит конечно положительный характер и как мне хотелось бы еще ну это лично моя точка зрения о том чтобы возможно для того чтобы наши знания наши вот выводы продвинуть как-то вперед возможно их надо было нам как-то сделать подобного характера конференцию вот допустим в Москве они все выступающие у них издается сборник вот в последнее время у них был сборник 800 страниц если я продавал вот эти наши газеты будущее за будущее за обществом труда мы продавали за 50 рублей брошюру они 800 страниц за 240 рублей вот и каждый пытался кто особенно кто выступающий каждый пытался ее приобрести ввиду того что у него есть доклад а некоторые приобретали из-за того чтобы знать мнение другого выступающего вот поэтому вот информация для размышления все а работу ЦК я считаю признать подвескорезь поскольку поскольку я выступал послужим докладчиком то я первый делаю заключительное слово начнем в заключительном условии хотел бы воспользоваться возможностью дополнить то что я не успел сказать в основное время во первых это касается прежде всего нашей учебы мы единственная организация политическая которая приняла решение подучая нашим центрального комитета изучали теоретику геги пока мы таковой остаемся в России я думаю что такие попытки со стороны некоторых наших сторонников к этому присоединиться ну в общем-то особенно успеха не умеет не имеет потому что это такая вещь которая в обязательном порядке и без особого желания осуществить очень тяжело но тем не менее я должен сказать что в отличие от прошлого года где мы могли сказать что у нас не было регулярных занятий в Ленинграде в этом году у нас регулярные занятия по диалетике Гегель были и в Нижнем Новгороде и в Ленинграде ну и как всегда Нижний Новгород выбился вперед за счет того что он вообще закрыл свои занятия в университете с рабочим и как бы занялся только философией мы в этом смысле отставали в Ленинграде мы продолжали вести занятия в университете современного производства по опубликованному в газете плану который с большим трудом составили Александр Сергеевич и Горис Лаврентьевич но составили он был опубликован и в общем люди регулярно приходили я должен сказать что это у нас был постоянным дополнительным источником ну вот некоторых новых сил которые к нам прислушивались и нам помогали в том числе и даже здесь помогали то есть я должен сказать что во всех отношениях это положительное явление и прекращать такую работу то есть никак мы не можем и я думаю мы могут обосудить руководство Нижегородского фонда рабочих академий которые как-то в драках без всякого решения без всякого основания и нарушения наших решений прекратили занятия в своем университете я думаю что это нужно в любом случае возобновить и продолжить знаю вот у нас еще есть докладчики из Нижнего Новгорода и товарищ Кудрявцев который тоже сопредседатель экологической комиссии и который как и я несет ответственность за вот это нарушение я наверное в первую очередь он во вторую но тоже несет и есть товарищ Игошин который мог потребовать член ЦК и товарищ Сенков который там представляет руководство Нижегородской организации но если у нас вообще но если у нас вообще мы говорим что партия соединения научно-социализма с рабочими движениями то скажем такие вещи прекращение вообще занятий теории учитывая особенно критику со стороны и справедливую со стороны товарища Кудрявцева потому что именно на эти занятия мы должны были связать вопросы заключения коллективного договора со всей борьбой мирового бронетариата до победы по мировому историческому масштабе именно как раз вот этой задачей которой должен был заниматься товарищ Кудрявцев и наши другие товарищи-идеологи и руководители их как я в центральном комитете мы эту задачу не решили потому что например я мог бы это не сейчас сказать а совершенно спокойно три месяца назад но тоже этого не сделал и считаю что я вот совершил в этом смысле ошибку и тоже и несу свою часть вины вот за это совершенно ненормальное можно сказать безобразное положение вот в этом плане так сказать мы не можем в Ленинграде но можем сказать другое что когда стало заметно чувствоваться что скоро будет съезд то вот тогда и возобновились занятия по науке логики в Ленинграде потому что про нас могли бы сказать что мы вот этого важнейшего решения ленинградца во второй год упорно систематически не выполняем несмотря на то что это совершенно не обходило ну и надо сказать мы эти решения эти занятия обновили и с большой пользой отсюда если мы будем говорить о будущем если мы еще раз примем внимание что мы будем тут на правах общественного объединения членов Российской партии труда такого общественного объединения которое определяет сами к себе повышенные требования и в смысле и дисциплины и в смысле целей и задач и в смысле теоретического уровня и в смысле уровня знаний подготовки и в смысле умения пропагандировать и так далее ну тогда мы без таких вещей просто не можем обойтись не можем обойтись то есть мы если мы этот уровень уроним ну тогда непонятно чем мы возьмем мы можем взять только качество и распространение газет мы кого можем заставить распространение газет если они не будут нужны и не будут интересны и не будут высокого уровня никого мы в России не заставим никого и под страхом исключения из партии не заставим ну и что если раньше люди шли партию из-за карьеры сейчас подохождение в партии никаких путей карьеры не дает. Поэтому никого мы этим исключением не испугаем. Поэтому здесь, конечно, все расстроено, прежде всего, на высоком сознании. И мы должны сознание уделять. Ну, как вы заметили, мы вот с Владимиром Михайловичем дружно обошли вопрос о учебе, как два председателя и логической комиссии. Важно ли? Хотя это, конечно, совершенно неправильно. Я вот это по итогам. И даже все товарищи, которые выступали перед нас вслед за нами, так же обошли. Почти. Почти. Почти не упоминался. Хотя это вот ключевой вопрос, безусловно. Вообще для любой партии, для нашей, скажем, организации, в особенности это очень важно. Вот первое, что я хотел сказать. Восстанавливая некоторый баланс нашего понимания, того, что у нас происходило в отчетный период, что нам нужно делать было на улице. Я думаю, что мы должны для себя наметить такую задачу обязательно. Не принимая новых решений. Потому что решения у нас есть. У нас есть, во-первых, решение о том, что мы должны заниматься учебой. А члены ЦК еще должны заниматься изучением для Алексея Егель. И мы должны это решение неуклонно выполнять. Это первое. Второе. Значит, в отношении газеты. У нас существовало четкое решение, и тоже никто его не отменял, что, кажется, партии должен не менее ста газет распространить. Значит, я вот сейчас ощущаю, как главный редактор газет. Газета выходит, и как бы она вот тот ребенок, от которого пытались предохраняться, и никак вот не удалось, и вот он вышел. То есть, как бы, никто не хочет ее убрать. То есть, если брать, то поменьше. Хотя, давайте еще раз посмотрим. Если мы вот таким малым, по сравнению с Россией, таким малым числом хотим повлиять на общероссийские дела, то никаким другим способом, кроме как через газеты, он повлиять не может. Никаким другим способом. И двояркого урода у нас газеты, которые изначально носят такой общий характер, то есть, там как бы выражаются интересы самых разных отрядов рабочего класса. Или они выражаются таким образом, что мы делаем конкретную газету, скажем, «Докер», «Люнинодорожник» или «Красная Сорбова». Но поскольку в единичном есть и особенные, и всеобщие, то у них тоже выражаются общие интересы рабочего класса всей России. И, может быть, даже более ярко, потому что это живой такой пример, потому что эти вот общие положения, они не вырваны из жизни, нами выдуманы журналистами, чтобы вот мы написали, и кажется, что это вот задача всего класса. А это просто составной элемент борьбы конкретного и достаточно передового отряда рабочего класса. Или это «Докер», «Люнинодорожник», «Диспетчеры». И мы знаем, что эти газеты у нас не залеживаются. Скажем, ту же газету «Докер», когда мы вносим ее 1 мая, ее расхватывают с такой силой, что можно подумать, что у нас одни «Докеры» приходят на демонстрацию. Просто так расхватываешь, и именно те «Докеры», которым бы как раз не досталось. Меня это раньше очень удивляло. Думаю, как же так? Вроде бы там даже с сухим языком и такие сухие вопросы, связанные с коллективным договором, с трудовым спором. На самом деле люди внимательно смотрят, как же добиваются успехов, как этому поучиться. Вот почему я думаю, что учитывая наше положение, в том числе и положение в Российской партии труда, мы должны, ну, как бы вот заново для себя обновить отношения к газете, как к тому инструменту, который превращает наши тихие голоса в громкие голоса, наши, так сказать, мелкие усилия в огромные усилия и так далее. Потому что когда мы проводим председание Российского комитета рабочих, которое там представляет, ну, 5, 6, 10, 15 организаций рабочих, а после этого мы тиражом 10 или 15 тысяч распространяем по всей России в 60 городов, мы это делаем в событии. Кроме того, Иван Михайлович вот последнее время еще и в интернет дает все решения Российского комитета рабочих. Тогда мы начинаем влиять на пульс, на состояние рабочего движения во всей России. А дальше и в мировом. Поскольку у нас некоторые не могут себя нормально чувствовать, если не поедут на какую-то международную конференцию, как же они дороже. Вот почему? Я думаю, что нам нужно все эти наши прежние верные решения вспомнить и, в общем, считать совершенно нормальным и естественным и обязательным, что как только выходит газета, каждый наш член партии должен сам подумать, как он будет распространять, уже по крайней мере сто штук. И кроме того, он должен вообще думать в постоянное распространение. То есть вопрос распространения газет это вопрос о влиянии нашим на дела в Российской партии труда во всем российском рабочем движении. Нет распространения, нет влияния. Потому что иначе мы будем сами для себя тут выступать и сами о себе тут говорить. Вот это, я думаю, второй момент, который мы должны подчеркнуть обязательно в области идеологической работы. И не забывать, что вообще вопрос, если мы говорим о создании рабочей партии, то как Искра, общероссийская газета, подготовила создание партии, так и здесь. Вот сейчас у нас получается, что наши газеты, народная правда за рабочее дело и правда труда, они могут выполнять такую функцию, их охотно берут, охотно мы их, так сказать, можем подготовить. У нас есть для этого все необходимое, причем для редакции, для партийной организации, Ленинградской, для нашей всей, это представляет колоссальную сложность, это выпуск газет и финансирование этого вопроса, удержание помещений и так далее. И получается, что вот мы такие учили, затрачиваем на то, чтобы сохранить саму возможность, а когда мы выпускаем газету, то вот мы к этому относимся так, ну вот так мы относимся, что у нас сейчас вот лежат газеты, это как в том, что лежат снаряды, с которыми не стреляют. Есть пушка, есть снаряды, и никакой стрельбы не ведется, потому что, в общем, так сказать, гуляя в это время, где-то находится, так сказать, тот состав вольский, который должен был направить эти снаряды, он где-то вот, вроде бы, и так дальше. У нас, так сказать, заготовлено... Шелкогрибы. Грибы. У нас заготовлено, там, скажем, для Украины целый, так сказать, пакет, который мы еще утрясаем, надо туда послать, и там вот последний переговор скажет, что там готово принять, но все равно надо еще решить, как, так сказать, все это сделать. Там есть сложность уже с пересылкой через границу. Но у нас-то пока нет сложности с пересылкой через границу, внутри России. И в этом отношении, так сказать, вот мы располагаем в достаточном количестве газет с прекрасными там статьями, в том числе и с выступлением Константина Васильевича на заседании Российского комитета рабочих, с резолюциями Российского комитета рабочих, мы эти решения до трудящихся, до коллективов не довели. И особенно прискорбно, и здесь я хочу сказать, что здесь мы можем только восславить Нижний Новгород и, наоборот, сказать, что нам стыдно в Санкт-Петербурге и Ленинграде. Потому что здесь у нас, у нас тут какая-то четкая система распространения, как не было в партийной организации, так и нет. Нет учета, на какие заводы пошло, на какие заводы не пошло, сколько пошло на какой завод, кто этим занимается. Константин Константинович, я вам докладываю, что у нас даже был такой опыт, год назад, полтора-два года назад, когда деньги платила редакция женщине, которая должна была в определенной точке стоять два часа. Два раза в неделю. И деньги ей заплатили. Только за то, что у нас стоит. Независимо от того, сколько она газет реализует. Чтобы газету можно было в городе найти. Но поскольку она не член партии, в общем, ей достаточно безразличны, она постояла, постояла и деньги не захотела. Кроме всего прочего, паразитизм, который есть в народе, лучше пойдут руку вот так воротянут и будут просить, чем, так сказать, за распространение газеты деньги получат. То есть даже не от распространения газеты, а за распространение газеты. То есть эту проблему редакция, скажем, могла бы решить, чтобы платить деньги за то, чтобы в нужной точке человек два раза в неделю стоял. Пожалуйста. Мы можем вам говорить сколько, сколько, какую сумму и так далее. Потому что такая ситуация, что газеты у нас как бы подпольные, в том смысле, что неизвестно, где их приобрести. Абсолютно неизвестно. Где их взять, как их достать, как их застать. То есть такое положение, когда мы сами себя в подполье загоняем, совершенно нетерпимый. То есть речь идет не о расширении влияния, а о сужении влияния. То есть у нас и тиражи, я хочу сказать. У нас тиражи были нормальные по истории, если посмотрим, по истории нашей газеты. Ну, про народную правду я там не говорю, там о миллионах. Я беру за рабочее дело. Не в советское время. Миллион был в 2000-м году. Сразу после Советского. Да. Ну, что там сразу, 2000-м. А, ну это выжима. Я беру за рабочее дело. За рабочее дело на отморожении нас тираж был 15 тысяч. Потом мы его сократили до 10 тысяч. В последнее время мы его выпускаем уже 7 тысяч. И у нас еще остается парочка-полторы, которые с мертвым грузом вылезают. Значит, в принципе, если мы будем дальше сокращать тираж, то это будет означать, что мы утрачиваем политическое влияние. Потому что все это тоже количество переходит в качество. Если малый тираж, и он недостаточно широко распространяется, значит, вот наше влияние сужается, и мы сворачиваемся к обширению веков. Вот, я думаю, что мы должны поставить себе тоже очень важной задачей. Это задача распространения наших газет и уделить этому самое важное влияние. Потому что иначе без этого все наши остальные усилия могут потерпеть крах. Или ограничиться только тем, что это будет касаться отдельного предприятия или отдельного организма. Вот две вещи, которые я хотел подчеркнуть в заключительном слове. Соответственно, если есть возможность отрекционной комиссии, которые мы по 8-го отслужим. Сколько резолюций? Две. Две. Значит, две резолюции у нас предлагаются. Одна общая, другая связана с участием выбора органов государственной власти. Поскольку грядут выборы и на нас будут выходить разные представители разных организаций, другие с пробами, другие с требованиями и так далее, и надо здесь все-таки совершенно позицию определить. Значит, вот предлагается следующее общее решение 10-го съезда Общественного Объединения Рабочей Партии России об участии членов РПР в деятельности Российской Партии Труда. Первое. Одобрить участие членов РПР в формировании и регистрации Российской Партии Труда и ее региональных отделений. То есть, мы по существу этим пунктом подводим итоги этого года. в чем мы участвовали. Второе. Считать работу Российской Партии Труда на данном этапе важнейшей задачей для членов РПР. В связи с этим обязательства членов РПР первое. Участвовать в заключении полдоговоров в интересах работников и в организации коллективных трудовых споров за принятие этих полдоговоров. Я думаю, что полдоговоров надо, наверное, коллективно подписаться о коллективных договорах. Второе. Участвовать в организации научно-практической конференции теории и практики развития коллективно-договорных отношений в современной России. 16 октября 2003 года Нижний Новгород. Третье. Обеспечить выпуск и распространение газет «Народная правда», «Правда труда», «За рабочее дело» «За рабочее дело» для профсоюзных организаций и трудовых коллективов. Вот такой текст основной резолюции. Товарищ Федорович, кто вы за то, чтобы принять решение 5-го съезда? Резолюция. Нет, решение мне написано. Обучающие членов Рабочей партии России в деятельности Российской партии «Груза». Прошу голосовать. «Груза». Резолюция. Резолюция. Решение есть. Паракова. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Паракова. Даже парик будет решение. Кто против? Надержался? Нет. Парик решения принят. У нас получили. Мне кажется, что резолюция это не то место, где надо объяснять, что партия является по понятию и что по закону. А для себя мы так этот вопрос повъясняли, выясняли. Парфи труда. Там шансов на выборы пройти по списку почти никаких. И поэтому единственное, с чем связывает свои деятельности, члены Российской партии труда, это в основном с работой трудовой полиции. Но теперь эта работа трудовой полиции должна стоить, так сказать, из основных задач именно с упакованием профсоюзного движения и с теми политическими задачами, в отношении которых согласны. Скажем так, это политическая задача, что профсоюзы должны иметь в свое представительство. Нужно бороться за улучшение интересов рабочего класса. И так далее. Вот, имея в виду согласие вот в этих основных пунктах, можно сказать, что деятельность Российской партии труда, это деятельность партии рабочего класса восстановления. Что такое восстановление? Это единственное потеряет ничто. Это может, что она вырастет партию рабочего класса, а может, не вырастет. Ну, просто говорить, что она совсем не играет в партии. Ну, это правильно, но не истинно. То есть, это еще не все. И вторая она не является, и в то же время является. В то же время является. Вот. Теперь дальше. Что касается того, что одно объединение не может работать с собой другом, я совершенно согласен. Я думаю, что нужно просто всегда уже писать совершенно точные деятельности Российской партии решение 10-го съезда общественного объединения рабочей партии России обучать... Не надо. Короня не сидит. Результат основной русского класса, а то же самое. Я зачитываю проект Резолюционной комиссии. Еще раз. В переводе на русский язык называется решение. Да. Резолюция это по-английски. Турецов решать. Но это не симпозиум. Решение 10-го съезда форума 10-го съезда общественного объединения рабочей партии России. Об участии в выборах органов государственной власти. На выборах органов государственной власти. На выборах органов государственной власти. Пока читаю просто. Поддерживать те политические партии и тех кандидатов, которые согласятся включать в свою предвыборную программу следующий пункт. Первое. Согласование с профсоюзами решение затрагивающих интересы работников. Второе. равенство прав профсоюзных организаций всех профсоюзов. Или профсоюзов всех видов. Третье. Право профсоюзов на заключение коллективных договоров и введение коллективных трудовых споров. РПР выступает за единство с теми политическими организациями, которые поддерживают эти требования. Тогда получается, что мы выступаем за единство, это видно в конце, но за единство конкретное, в тех вопросах, которые являются самыми актуальными для современного профсоюзного и рабочего движения. Потому что что требуется профсоюзному и рабочему движению от законодателей? Чтобы создали определенные условия законные для борьбы. потому что вот без этих пунктов бороться очень сложно. И если люди отказываются в помощи хотя бы в том, чтобы запишать себе программу даже, потому что мы знаем, что депутат может запишав очень часто не выполнять то, что он записывает, то единство с этими кандидатами невозможно. И с этими политическими силами невозможно. Вот такое предложение. Но если запишутся, они сделают так. Ну это правда, да? Удову не будем опыт, будет следующая резолюция расстреляется исповедение. Мы знаем, что мы делали. Мы в свое время можем опубликовать в бюджете свое отношение к этому депутату, широко расстеражировать с Думой и по округу и так далее. Так что раз тоже есть определенные средства, мы их, кстати, использовали. когда некоторые два депутата не хотели вносить до 100 не пообещать. Если протокол не оформляли, значит, должно что было остаться на выходе, к концу? А вот о чем договорились? Нет, тот, который был. А вот о чем договорились, значит. Если нет протокола, значит, разногласен, перевисит. Это в вашем выражении, что он возражает. Вы же не выдали свое возражение. Значит, должен остаться один документ вот этот. Он остался. А через две недели они уже хвостят трех месяцев. Что-то там сделать. Это предмет для прокурора. Тут есть герлитические нарушения. Другое, что, поскольку коллектив не поднимается, что будет Владимир Михайлович в литературе обращаться? Я по нему его понимаю. По нашему положению формально и по нашим делам фактически у нас получается три или четыре секции. Секция рабочих организаций секция рабочих обеспечивающих служб и секция работников считается принятыми только в том случае, одобрены секции докрепных организаций. То есть, это, конечно, диктатура смерти, революционных в той форме, в которой она возможна в нашем случае. Цельсообразная форма, в которой она возможна в нашем случае. И первоначально там гуза какая-то была, что вот, они за нас решают, а потом, когда провели несколько мероприятий, провели ряд мероприятий, и они очень почувствовали, что по-настоящему действовать могут только докеры, их никогда не обижают, все, чем мы добиваемся, они отражаются позитивно. И полностью перестали, и у нас так сложилось, что по факту решаем, они кивали, голодали. То есть фактически мы проделываем то же самое, что администрация в том профсоюзе проделывает, но в том профсоюзе администрация является представителем администрации, а в нашем профсоюзе мы являемся представителем наиболее сплоченной группы, которая наиболее в таких тяжелых условиях в данном будут стоять. И таким образом активно и достаточно доброжелательно по отношению к другим работникам даже недостаточно, а даже может быть с каким-то более подчеркнутым вниманием. В общем, гегемония. В общем, да, в какой-то степени гегемония, гегемония в таком виде, в котором она совершенно четко выгодна в общем. Всем. Ну и как же, мы же все не покроем. Вот такая старая 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 в этом месте что происходит так это так как а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1992 году, когда до меня дошли слухи, что этот дом разграбляется и начал разрушаться и разграбляется Я со своими товарищами пошел в руководство Тони Штостинского, там еще тогда они по наследству его получили Приостановили здесь разграбеж этот весь и в дальнейшем помогал Совету рабочих брать этот дом в аренду И сегодня, значит, в своей работе распоряжается полномасно этим домом Поэтому уже прошло 11 лет На самом деле было так, что действительно, на первых порах новое начальство, или часть нового начальства хотела это приватизировать и отдала под баню Барщики уже выкинули отсюда интерьер, завезли сюда банное, так сказать, имущество И даже вот часть этого банного имущества там в скамейке есть до сих пор Вот, и хотели оборудовать, но сил у них не хватило У них возник здесь небольшой пожар Начальство, видимо, напугалось Теперь, население, видя, что отдают частникам, и они отсюда все выкидывают Тоже начало, вот, думает, хоть, так сказать, шефский клокси нашего доски тут отрывать Значит, и вот в этой самой ситуации, когда до нас дошла эта информация, мы пошли к руководству Руководство в милицию, милиция местному здесь, товарищ Маслову, руководил в Ульярске тогда Значит, пришли мы все сюда, они тут же нам без разговоров Практически попросили нас, что если вы можете обеспечить законы, то сохраните Я говорю, мы можем ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Шуршат осторожно шаги под окном. До утры и смены, до первой вселенной Шуршат осторожно шаги под окном. Ох, ледние точки, буксирок у дочки Волнует собак и не хочет уйти. Но девушек краше, чем сорваны нашим, Ему никогда и нигде не найти. Но девушек краше, чем сорваны наши, Ему никогда и нигде не найти. Останав на руку входа, родного завода, Влюбленному девушка встретит со мной. И скажет немало, я книг прочитала, Но нет еще книги про нашу любовь. И скажет немало, я книг прочитала, Но нет еще книги про нашу любовь. Субтитры подогнал «Симон»